Так, включил запись. Вы прислали предложения, которые были сложные. Давайте смотреть. Значит, предложение первое, которое вызвало сложности, это иногда становится действительно холодно. Значит, само предложение несложное, просто там опечатка. Я ее уже исправил. Иногда становится действительно холодно. Там не должно быть I. Ну, это опечатка. Там не должно быть я, там должно быть at в ответах. Вот, поэтому, а так-то предложение простое. Оно становится at формальное подлежащее. It gets. Вот. Слово really, давайте вот я ответ пришлю. Really это наречие, которое означает действительно, это одно из самых частых наречий. Везде его. Ну, как very примерно. Везде его вставляют. Вот. Ну, слово иногда. Куда писать слово иногда? Sometimes. То есть, словно в какие-то времена. Sometimes. Куда его писать? По умолчанию слова, которые учат на вопрос, когда пишутся в конец по умолчанию, можно в начало. Это можно в начало, так делают реже, если на этом хотел сделать акцент. По умолчанию в конец можно в начало предложения. Вот. Поэтому, ну, написано, можно было в конец написать, можно было в начало. Вы же понимаете, что на одно предложение может быть несколько переводов, несколько вариантов, и все варианты невозможно как бы вписать в домашку. Могу только один вариант вписать. Вот. Поэтому, конечно, если вы поставили там sometimes сначала, то ничего страшного. Дальше. Другой вопрос. Значит, начнем с простых вопросов. Руслан спрашивает. Я думаю, ты должен купить новый телефон. Почему написано вот так вот? Я думаю, I think, да. Значит, ты должен купить новый телефон. Для начала, друзья, это два предложения или одно? Я думаю, ты должен купить новый телефон. Это два или одно предложения. Я думаю, ты должен купить новый телефон. Что скажете? Это два предложения. Ну, как бы, несмотря на то, что они не точкой разделены, но это два предложения. Здесь подлежащее и действие есть, я думаю. И еще одно подлежащее и действие. Ты должен купить. Вот. То есть, конечно, это считается как два предложения. Это вот заново, это подлежащее снова. Вот. Слово должен. Это модальный глагол should. Это модальный глагол должен. Пока достаточно такой перевод запомнить. Да, но это должен в смысле мягкое должен. То есть, как рекомендация тебе следует. Я думаю, ты должен. Просто в русском мало модальных глаголов у нас. И поэтому, в общем-то, все переводится словом должен в основном или может. Я думаю, ты должен, естественно, купить. После модального глагола всегда что пишется? После модального глагола любого. Неважно, это should, должен. Или это will, который будущее время передает. Или это can, который означает могу. Что пишется после модального глагола? Всегда пишется инфинитив после модального глагола. Совершенно верно. Вот. И ничего другого написать нельзя. Даже в русском языке. Даже в другом языке. Во всех европейских языках. Да и, скорее всего, практически во всех вообще. После модальных глаголов пишется сразу. Единственное, что можно написать, это инфинитив. Вот. Поэтому я думаю, ты должен. Ну, в русском даже после должен можно только написать. Если это должен не в смысле, должен денег, а должен в смысле как модальный глагол, то только инфинитив. Я думаю, ты должен купить. You should buy. Инфинитив краткий всегда. Пишется без тут. Это очень просто. Почему нет тут? Не почему просто так принято. После модальных глаголов инфинитив всегда краткий. Вот. Дальше вопрос такой. Почему вот я получил повышение зарплаты, внезапно I got, я получил a pay raise. Почему не a raise? Почему именно I got a pay raise? Да просто это, опять же, можно и так, и так. Просто раньше было pay raise, я потом забыл исправить на raise. Можно и pay raise, подъем, pay, оплата, как бы, да. Вот. Можно и как бы и просто raise написать, не проблема. Так. Вот теперь предложение, которое надо разобрать, действительно сложное. Начнем с того, на что ты потратил все свои деньги. Давайте это смотреть. На что ты потратил? Как глагол тратить все свои деньги? Или здесь глагол be? Или тут есть действие? Глагол тратить есть такой? Можно написать? Глагол тратить. На что ты потратил все свои деньги? Глагол тратить есть, spend. Окей, значит, выписываем его. Значит, не глагол be уже никакой, да. Действие его выписал. Хорошо. Что с подлежащим? Подлежащие достаточно легко найти. Ты, да, you. Какой тип предложения и время? Тип предложения и время. Что скажете? На что ты потратил все свои деньги? Тип предложения и время какое? Предложение вопросительное. Да. А время потратил, что сделал прошедшее время. Да. Хорошо. Вот прошедшее время. Это вопрос, вопросительное предложение. Прошедшее время пойдет вот сюда на глагол тратить? Пойдет прошедшее время? Нам нужно знать его вторую форму, да. Это же неправильный глагол. Нужно ли нам смотреть его вторую форму? Пойдет ли сюда прошедшее время? Глагол-то действительно неправильный, только какая разница? Потому что прошедшее время-то не на него пойдет. Есть же вопрос. В вопросе будет вспомогательный глагол de, который на себя заберет все время. Конечно. Прошедшее время будет на de находиться. Это действительно глагол неправильный, но какая нам разница? Нагрузка ведь не на нем. Вот если бы... То есть иными словами, неправильные глаголы в каком типе предложений, в каком времени они потребуются? Такой вопрос. Вот неправильные глаголы единственные, где потребуется их вот вторая форма. Вот это вот необычное, которое без еды. Единственное, где потребуется вторая форма глагола знать. В каком типе предложений и в каком времени? Где единственная пригодится вторая форма неправильных глаголов? В прошедшем времени и только вот только в прошедшем и только в утвердительном предложении. Да, а больше нигде. Потому что вторая форма неправильного глагола, это как он выглядит под нагрузкой прошедшего времени. Do, did, make, made. Вот. И соответственно... Но нагрузка прошедшего времени на глаголе будет только в утвердительных предложениях. Потому что в вопросах в прошедшем времени и в отрицаниях в прошедшем времени находится нагрузка на do. Ясное дело, как без него отрицание сделать вопросы? Так что добавляем do, чтобы сделать вопрос. Добавили. На него идет прошедшее время. Это выглядит как дыд. Надо разобраться с вот этим вот. На что? Значит, слово что мы знаем. Это what. Как слово на? Как предлог на? Упросительное слово я написал на первое место. Здесь, конечно, если я не указал в задании, как будет потратить на что-то, это уже только догадаться. Вот. Это здесь предлог on, как в русском. On означает на поверхности чего-то. Предлог on означает на поверхности чего-то. Ну, там, на доске пишу, да. On the whiteboard. Значит, и да, здесь on предлог. On. На что? Вот как в русском прям. Вот раздельно на что. Соответственно, on what did you spend? Свои. Ну, сначала все. Все это просто слово all. Ну, можно было, не написали, ничего страшного. Свои. В английском нет слова свой. Нам просто отсутствует. Как быть? Алексей Червяков, можно так сказать, да. Но пока рано так говорить. Слово свой нет, значит, мы пишем твои. Да, всегда конкретно указывают, чьи именно. Третью колонку, да. Вместо он принес свой телефон, скажут, он принес егошный телефон. Всегда указывают конкретно чей. Слово свой нет. Поэтому не свои, а конкретно егошные, ихние, наши, твои. Здесь твои надо слово. Your. Вот. Деньги, money. Вот. И последнее, что надо сделать? И последнее, что надо сделать? On what did you spend all your money? Что последнее должен вспомнить? То, что перед вопросительными словами, перед вопросительными словами предлог не должен быть. Вот. Да, друзья, вот кто-то, некоторые люди формулируют вот правила так, и учащиеся, и некоторые представители, что там что-то предлоги в конец. Такого не бывает. Нет, не предлоги в конец. Так, так, нет такого. Да? Перед вопросительным словом нельзя предлог. Андрей Светков, во-первых, первое, не надо опаздывать, пожалуйста. Во-вторых, разбираем из домашки сложные моменты. Предлоги не надо ставить перед вопросительными словами. Окей, вот такое правило. Так что, what did you spend all your money on? Вот. Так, что еще хотелось бы тут сказать? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Значит, что еще сейчас? Меня отвлекли вопросом. А, перед вопросительными словами, да, не надо предлогов ставить. А еще, вот с каким словом то же самое происходит? Это нам позже встретиться. Не только перед вопросительными словами не надо ставить предлоги. А ставить предлоги не надо еще перед словом «который». Это мы позже столкнемся с этим в домашке. Перед словом «который». То есть, если у вас все вот эти вот ситуации, как в русском, «на который», «от которого», «для которого», «за которым», вот эти все предлоги будут не перед словом «который». Слово «который» — это слово «that», как ни странно, да. Ну, есть и другие. «Who» — это тоже слово «который» может использоваться как слово «который». И «which» может использоваться как слово «который». Вот перед ними тоже не пойдет предлог, предлог будет закинут в конец. Но это мы позже увидим, просто я на будущее говорю. То же самое со словом «который» работает. То есть, не перед вопросительным словом, а в середине предложения. Слово «который» — это союз. Союз — это штука, которая соединяет две части предложения. Вот. Перед словом «который» то же самое будет. Вот. Хорошо. Так. Вот такое еще сложное предложение. «Как что есть наш новый босс?» Давайте это разберем. Это действительно очень сложное предложение. Хотя оно, в общем-то, по построению точно такое же, которое мы только что делали, которое мы делали на прошлом уроке. Но оно сложное, потому что оно выглядит как-то пугающе. Значит, первое, что... Как что есть наш новый босс? Первое, что я хочу обсудить. Вы наверняка заметили, в домашке многие предложения очень не по-русски вообще написаны. Да? Там «он стал больным» или «я есть поздний» вместо «я опоздал». Вы заметили, наверное, это, да? Вот. У кого-то это вызывает вопросы? Скажите, пожалуйста, плюс или минус? То есть вы заметили, что многое написано как-то не по-русски. Значит, друзья, английский язык отличается очень сильно. Очень сильно по выражению мыслей. Очень сильно. Учтите, что дальше вот так же в основном чаще будет все написано не по-русски. Вот. То есть, понимаете, да? «Я есть поздний» — это еще как бы более-менее нормально. В адаптированной версии все будет так же написано. Потому что только так, только так можно нормально разобраться, как работает английский язык. Понимаете? Если мы будем переводить «get sick» как «заболеть», я жертва такой, как бы, меня так и учили всю жизнь вот с таким методом. Если мы будем переводить «get sick» как «заболеть», мы никогда не узнаем, что «get» означает «становиться каким-то», а «sick» — это прилагательное. Понимаете? Никогда мы будем не знать это и не будем понимать, как работают все эти фразы с «get» и «have». Вот. Поэтому вместо «позавтракать» там «получить завтрак» — «have breakfast» и так далее. Да, потом самые простые фразы уже начинают вводиться литературно. То есть, вместо «я имею» потом, вы заметите, будет написано «у меня есть что-то». Да? Или вместо «я имел» у меня было два дома. Вы заметите, что потом некоторые будут переключаться уже на литературно, как по-русски нормально звучит. Так вот, вот эта фраза, неважно, как там что звучит по-русски, да, в домашке. Вот это вообще, если у вас какие-то смущения это вызывает, сразу отбросьте. Неважно, как это в домашке звучит по-русски, поверьте, это по-английски абсолютно нормально. Все предложения — это то, как на английском разговаривают реально. Вы, может быть, видели тексты уже, обязательно тексты переводите. Тексты ни в коем случае никогда не... Вообще ничего нельзя игнорировать из домашки, но тексты очень важно переводить всегда. Вот. Я добавлю еще текстов. Соответственно, теперь... Не важно, как это звучит по-русски, по-английски, все, что написано в домашке, все по-английски хорошо звучит. Там нет ни одного искусственного предложения. Наоборот, если мы будем стремиться по-английски строить, как мы привыкли в русском, вот тогда это будет искусственно. Как что есть наш новый босс? Итак, что здесь? Ну, что с действием? В каких текстах идет речь, и такого в домашке не находил. Ну, почти в каждом упражнении есть текст после предложений. Но я покажу после урока. Напомните только в конце урока, чтобы я показал. Я сегодня новую версию вам пришлю в практику. Что с действием? Глагол «би». Ну, тут прям по-русски я вам прописал слово «есть». Да, это глагол «би». Так, я тоже текст не заметил. Друзья, ну вы, наверное, смотрите в старую домашку, может быть. Вы, может, какую-то очень старую версию открыли, я не знаю. Там прям вообще написано слово «текст». Действие «би». Хорошо. Что с подлежащим? Кто выполняет действие «быть»? Как что есть наш новый босс? Кто выполняет действие «быть»? Босс выполняет действие «быть». Совершенно верно. Так, выписываю подлежащее. Босс есть. Замечательно. Так, наш новый босс, вот эти слова, наш, третью колонку и новый прилагательный, я могу сразу сюда прям к боссу приписать. Почему? Потому что что третья колонка, что прилагательный не являются существенным элементом приложения. Они в любом случае к существительному какому-то крепятся. Поэтому я сразу пишу и третью колонку, и прилагательный. С этим проблем нет. Это не подлежащее, не действие, не объект, это несущественный элемент. Вот. Хорошо. Our new boss. Окей. Время какое? Настоящее. Ну, тут есть написано. Ясно, девушка, настоящая. Да мы глагол «be» в другом времени не знаем тем более. Босс есть. Наш новый босс есть. Сложность с вопросительным словом. Вопросительное слово как минимум какое будет? Ну, раз начинается с «как что», какое вопросительное слово будет? А-а-а, вы подумали, что «how». Вот в чем дело. Вот в чем дело. Нет, дело в том, что есть предлог «like». Есть предлог «like». Это «like». Вот в английском слова многие выглядят одинаково, при этом являются разными частями речи. Есть глагол «like» любить, но есть и предлог «like», который означает «как», наподобие чего-то. «Ты как я». Вот здесь будет «like». «You're like me». Или «Слушай, ну ты прямо как Джон». Ну, что ты себя так ведешь? Ты прямо как Джон. «You're just like John». Да, то есть «like» — это «как» может использоваться. Поэтому вопросительное слово будет так и выглядеть, как что. «Like what». Так, это вопросительное предложение. Я написал вопросительное слово. Это вопросительное предложение, так что я кое-что забыл сделать. Надо глагол «be», который ведет себя как вспомогательный, надо его поставить перед подлежащим. Так что вот сюда. Так, вот смысловой глагол, и при помощи него уже задан вопрос. Вот подлежащее. Так, теперь это вопрос уже, а не то, как до этого было. И теперь что? Вот этот предлог передоупросительным словом не надо. Этот предлог держать, да? И, соответственно, мы берем его, предлог «как», да, или наподобие чего-то, можно так перевести, наподобие чего-то, мы закидываем в конец. «What is our new boss like?» Вот, что это предложение означает? Это вполне себе разговорная, распространенная фраза, она означает, что из себя представляет кто-то или что-то. Ну, что из себя представляет наш новый босс, что он за человек? Вот это такой, почему подлежащее идет после сказуемого. Потому что этим глаголом «be» задан вопрос, он поставлен перед подлежащим, потому что вопрос при помощи него задан. А почему вопрос при помощи него задан? Да к «be» глагол уникальный, он имеет права вспомогательного, он ведет себя как вспомогательный. Конечно, я не могу никогда другой смысловой глагол поставить перед подлежащим, ни в коем случае, ни один, но «be» могу и должен, потому что как я еще вопрос-то задам? Вот, это действие в предложении, но это же и вспомогательный глагол, при помощи него задан вопрос. Это только особенность глагола «be» такая. Вот, а этот «like» это не глагол, это слово «как». Никакого, видите, это вообще не подчеркнуто. Действие «вот» подлежащее «вот». Это не объекты, ничего, это просто «как». Окей, вот так вот строится. Друзья, все, что сложно, обязательно спрашивайте перед уроком. Так, все слова, отвечающие на вопрос «когда». Можно ставить начало, если хочется? Можно, но по умолчанию лучше в конец, так естественнее. Только в начало ставится, только если на этом надо акцент сделать, или если в конец не очень удобно, там, например, большое предложение. Вы сказали, можно просто «I got a raise». Получается, смысл, я получил повышение, то есть повышение должности? Не-не, это я получил подъем. Ну, то есть это по зарплате. A raise или pay raise – это по зарплате, если я не ошибаюсь. Вот. Такие тонкости я могу сейчас напутать, ну, я потом разберусь. Но вроде это что pay raise, что raise – это все по зарплате. Так, хорошо бы пример в описании на английском приводить на занятиях. Да, хорошо, будем приводить пример, но там вообще написано про лайк было, если что, да. Вот Иван об этом пишет, что там было написано про лайк. Так, есть еще сложные места. Дмитрий говорит, почему many people change? Не понял, Дмитрий, что вы имеете в виду? Ну, то есть что вас смутило во фразе «многие люди меняют»? То, что буквой S нет, это смутило. Ну, потому что people – это множественное число всегда. People – это всегда люди. Один человек – это вообще другое слово. Это person, one person или one man, если это мужчина. Или person, или individual. Но people – всегда множественное, поэтому people change, person changes, let's not take chances. Почему здесь нет do? Почему здесь нет do? Ну, при помощи let's, потому что так отрицания делаются. Так, хорошо, разобрались. Давайте посмотрим еще какой-нибудь пример. не какой-нибудь, а который я сейчас. Давайте вот сделаем похожее. Не то, что в домашке было, а похожее. Значит, с кем ты ездил, с кем ты ездил в Россию? С кем ты ездил в Россию? Так, что с глаголом be или не be? Татьяна, by. К какому-то времени это by. Здесь какой глагол? Если не be, то какой? Или be? С кем ты ездил в Россию? Ну, ездил точно не be. Но ты какой? Просто go. Не-не-не, drive это на машине. Нет. Друзья, просто go. Это на любом виде транспорта, хоть на космическом корабле. Go. Да. Пожалуйста. В английском же любят очень простые глаголы, вы не забывайте. Что ж, пожалуйста, сделайте сами. В Россию go to Russia. В направлении России. Предлог to будет. Это я подскажу. С предлогами бесполезно ориентироваться на перевод. Здесь надо помнить, управление глаголом go ездить в направлении чего-то. To Russia. В направлении России. Такое управление глаголом go. Ездить в направлении чего-то. Пожалуйста, самостоятельно. Так. Так, 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 так. Это прошедшее время, да, Денис Волошов, да, прошедшее. Так, подлежащее ты ездил. Это вопрос в прошедшем времени. Так что do с нагрузкой прошедшего времени ставлю перед подлежащим. На go прошедшее время не попадает просто здесь. Да, оно попадает на вспомогательный глагол. Если бы на go было в прошедшее время, он бы выглядел как went, но попадает в прошедшее время на do. Окей, хорошо, с кем? Это with her, как бы, да. Вот кто, вот с, with her. Слово whom, вопросительное слово whom не используется. Whom может использоваться там вот как союз, да, но, то есть, там, как к которому или к кому. Но, в общем, как вопросительное слово не используется. Не надо. Это уже неестественно. Это устаревшее. With who did you go to Russia? Так. Построили. И теперь надо не забыть, что вот этот with здесь не должен стоять, да. Перед вопросительным словом не надо ставить предлоги. Так что мы закидываем этот. Кем ты ездил в Россию с? Кем ты ездил в Россию с? То есть, предлог перед вопросительным словом убирается. И отправляться в конец. Who did you go to Russia with? Вот, вот так это будет звучать. Ладно. Хорошо. Так. Вот вопрос. Давайте вот еще такое сделаем. Давайте такое еще сделаем, чтобы убедиться, что все понимают. Значит. Кстати, вы посмотрели видео про словарь? Пока я пишу. А посмотрели видео про словарь? Как им пользоваться? Потому что если вы начинающий, вам обязательно надо пользоваться словарем. Потому что в домашке я не могу учесть абсолютно все слова. Вы можете какое-то слово не знать в домашке. Оно может быть не дано. Поэтому если вы посмотрите, обязательно. Если вы не начинающий, там во второй части, если у вас много опыта, там во второй части для вас очень полезные вещи. Ну, ближе к концу. Если вы начинающий или даже не начинающий, обязательно пользуйтесь словарем. Обязательно. Все незнакомые слова. Не надо хвататься за голову. Если попалось в домашке слово, вы не знаете. Вписывайте в словарь, который там дан в видео. И, соответственно, и вперед. То есть, подсматривайте все время слова в словаре. Значит, ей скучно. Какой глагол? Для начала. Глагол би или не глагол би? Переводчик на телефоне не подойдет. Но это не всегда лучший вариант. Хотя, в принципе, Google переводчик достаточно хороший для перевода коротких фраз и отдельных слов. Глагол би. Здесь, да, здесь у нас действий нет. Ей скучно. Глагол би. Совершенно верно. Так. Ну что, какое прилагательное-то? Какое прилагательное будет использоваться? Подскажите уж мне. Нет. Тайрд – это утомленные физически. Это когда спать хочется, устал. Тайрд – это утомленные физически. А она… Нам нужно слово bored. Bored или, может быть, нам нужно слово boring. Я что-то не разберусь. Утомленная она или утомляющая? Она утомленная или она утомляющая? Ну, если она утомляющая, получается, она всем надоедает. Инговое окончание – это тот, кто выполняет действие. Да, утомляющий. Тот, кто в данный момент выполняет действие – утомляющий. Она, получается, всем надоедает. Она всех утомляет. Но это не так. Мы спрашиваем, она утомленная или не утомленная? Конечно. Нам нужно bored. Вот. Если я boring, напишу, получится, она скучная девушка или интересная? Нет, нам надо bored. Она утомленная или не утомленная? Пожалуйста. Это вопрос, кстати, сделайте сами. Что мы знаем про глагол B? Чем он особенный? Ольга Полякова. Мы знаем про глагол B, то, что он, чем он, самая главная его особенность. Какая, Ольга Полякова? Самая главная особенность глагола B. Он ведет себя как вспомогательный, друзья. Мы, надеюсь, это уже помним. Глагол B ведет себя как вспомогательный. Соответственно, мы, вот у нас глагол B, вот подлежащее. Да, вот подлежащее, вот действие. Нам нужно задать вопрос. Мы задаем его глаголом B. Это не вспомогательный глагол. Это смысловой, потому что это действие. Но он имеет право вспомогательного. Единственный такой глагол. Раньше have такой же был, но сейчас нет. B берем и ставим перед подлежащим. При помощи у него будет задан вопрос. И нагружаем настоящим временем. Вот грамматическая основа. Is she? Есть она? Ну, глагол B идет себя как вспомогательный. Всем известно. И осталось прилагательное скучное написать. Ну, точнее, утомленный. Is she bored? Ей скучно. Есть она утомленная? Вот. Если написать boring, Юлия ВФ, то да, будет написано. Она скучная девушка или она интересная? Это такой будет смысл. Она скучная или она интересная? Так что нам нужно, как бы, она утомленная или она не утомлена? То есть ей скучно или нет? Окей. Дальше, что нам нужно обсудить? Обсудим мы вот что. Значит, давайте обсудим повелительное наклонение. Повелительное наклонение – это очень простая тема. Это когда отдаются какие-то команды или приказы. Вот тогда нужно. В русском языке повелительное наклонение – есть отдельная форма прям. То есть найди, принеси – это прям отдельная форма глагола. Повелительное наклонение. В английском ничего такого нет. Просто берется инфинитив и все. Вот скажите, в русском могут команды отдаваться инфинитивом иногда? Типа, стоять, бояться. Могут ли команды иногда отдаваться инфинитивом? Лежать. Могут. Да, изредка такое есть. Соответственно, но реже, конечно, потому что у нас есть отдельная форма для повелительного наклонения. А в английском всегда только инфинитивом отдаются команды и все. Соответственно, повелительное наклонение – это вот даже слово «извести». «Извини меня». «Извини меня» – это повелительное наклонение, потому что вы человеку приказываете извинить вас. «Извини меня». Вот. Соответственно, то есть как сказать «помоги мне»? Просто берется глагол «помогать» в инфинитиве и убирается «ту». То есть глагол «помогать» в кратком инфинитиве берется. Краткий инфинитив. Все. Никакого подлежащего, никакой грамматической нагрузки, ничего. Просто глагол в инфинитиве. Если надо, если хотите, можете написать «объект». Кому помоги? Мне. Все. Часто восклицательный знак ставится в конце. На этом все. То есть повелительное наклонение вот только из этого состоит. Просто инфинитив. Никакой нагрузки, никакого подлежащего. Значит, что еще можно сказать? Иногда человеку надо запретить что-то делать. Не делай что-то. Как сделать отрицание? Отрицание в повелительном наклонении всегда делается при помощи вспомогательного глагола «do» и частицы «not». На них нет грамматической нагрузки. Здесь нет нагрузки. Это не настоящее время. И здесь нет нагрузки. То есть здесь написано «не делать помогать мне». Не делать помогать мне. Всегда «do». Никакого «да» с «ды» быть не может. Всегда и в инфинитиве это, и это в инфинитиве. Все повелительное наклонение состоит из инфинитива. Вот. Хорошо. Вот так это работает. Значит, а почему пишется «no smoking»? Это позже. Это позже. Мы не знаем еще все в инге, поэтому про смолкинг либо после урока спросите, я объясню, либо дождитесь, пока остальные в инге изучим. Изучим. Хорошо. Давайте. Так. Глагол «b» может забирать грамматическую нагрузку? Ну, конечно. Он ее забирает на себя всегда. Как отличить повелительное наклонение от простого предложения? В повелительном наклонении нет подлежащего. И нет грамматической нагрузки. Ну, если в предложении нет подлежащего, вполне вероятно, что это повелительное наклонение, конечно. Если только действие написано, и все. Да, отличить обычно несложно. Так. Хорошо. Давайте посмотрим вот такое. Сделаем самостоятельно. Откуда я тебя знаю? Какой глагол? Глагол смысловой. Откуда я тебя знаю? Что скажете? Какой смысловой глагол? Смысловой глагол знать. Нео. Да, нео. Совершенно верно. Хорошо. Как мы можем вот это от и куда? Какое вопросительное слово? Какое вопросительное слово? От и куда. Это не why. Why это зачем, почему. У нас, во-первых, точно будет слово куда. Откуда. Здесь явно будет слово куда, где. То есть будет явно в вопросе where. Ну, раз откуда. Да, where. И какой бы еще предлог сюда. Не, не, не будет как. Не, не, не. И какой бы еще предлог сюда. От. Предлог, какой есть предлог, который показывает движение от удаленной точки к нам. Из дома Маша позвонил. Он из России приехал. From. Да. From where. Откуда. Что ж, давайте построим, пожалуйста. Давайте, пожалуйста, постройте. А дальше мы будем двигаться к новым вещам уже. Так, не забудьте слово от закинуть в конец, да? То есть вот этот от. Куда я тебя знаю, от. Это так должно звучать. Куда я тебя знаю, от. Это не прошедшее время, Павел. Это не прошедшее. Николай Васильев, вопрос сделать из этого, пожалуйста. Николай Сосницкий, тоже вопрос, пожалуйста, делайте. Это же вопрос. Так. Елена Василюк, почему глагол би написали? Как он там оказался? Объясните, пожалуйста. Алексей Воронов, это вопрос. Елена Василюк, почему глагол би-то? Как мог глагол би оказаться здесь, если все, уже действие есть? Какой глагол би? Я и знаю. Вопросы задаются при помощи вспомогательного глагола ды. Других вспомогательных глаголов у нас нет. Только ды есть. Би вы можете использовать только если это единственное действие в вашем предложении. Если он выписан на первом шаге. Если в предложении нет действий, тогда выписывайте би и пользуйтесь глаголом би. Если в предложении, Елена, есть действие, все, никаких глаголов би быть не может никак. Ставлю do перед подлежащим, чтобы сделать вопрос. Do I know you? Окей. И вот это от закидываем в конец. Перед вопросительным словом не надо предлог стать. Where do I know you from? Where do I know you from? Ну вот так и получилось. Все. Теперь, 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 давайте вот на что посмотрим. А, да, 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 я забыл объект. Все правильно. Это U из какой колонки, не подскажете? Ну так, навскидку. Этот U из какой колонки? Ну чтобы уж убедиться, что все различают эти вещи. Это объект, значит, это вторая колонка. Ведь это слово тебя, конечно. Все вторые, вся вторая колонка объекта. Окей. Напишу, вот теперь несколько предложений. Переводить ничего не надо будет. Нужно будет послушать и подумать. Вот. И подумать. Пока подумайте, как эти слова переводятся, если вы их не знаете. Хотя, я думаю, почти все их знают. His dentist, smart, rich, husband. И какое-нибудь еще слово можно взять. Да, можно даже. И, ну давайте возьмем. Interesting. Вот, да. Какие слова тут написано? Dentist, dentist. Smart, умный, как смартфон. Rich, богатый, как сок такой был богатый. Rich, husband. Это муж. Interesting, интересный. Значит, вот на какие две группы можно поделить эти слова? С точки зрения языка. Вот тут написано, он есть. И вот на каких две группы можно с точки зрения языка разделить эти слова? Дантист, умный, богатый, муж, интересный. Ну, на прилагательное существительное или в целом на кто и какой? На кто и какой, да, если по-простому. Кто дантист, кто муж, какой умный, какой богатый, какой интересный. На кто и какой. Совершенно верно. Вот, вот тут такой момент. А могут ли здесь, вот сколько бы я этот список не продолжал, здесь все слова, которые я сюда смогу дописать, они все будут отвечать на вопрос кто и какой. Вот, то есть, например, я сюда не смогу написать слово пошел или купил, он есть, купил, то есть глагол, например, я сюда не смогу дописать. В чем проблема? То есть, почему, сколько бы я не дописывал сюда слов, он есть, и дальше все время будет только либо кто-то, дантист, там муж, полицейский, либо какой-то. Покупатель, это на вопрос, кто отвечает. Почему я сюда, например, не могу написать, не знаю, глагол в каком-нибудь прошедшем времени или что-нибудь такое. Так, вы заявляете, потому что есть уже смысловой глагол. Ну, это справедливо, можно так, конечно, можно так утверждать, можно так утверждать, но можно и подумать немножко по-другому. Дело в том, что такова просто логика действия быть, действия be, что быть можно либо кем-то, либо каким-то. Вот, и никак иначе. То есть, быть можно каким-то или кем-то. И так устроен глагол быть и в русском, и в английском, и так далее. Поэтому, когда, например, пишут предложение she is running, она есть... На какой вопрос отвечает слово running в этом предложении? У нас уже был такой пример, но я знаю, но мы, наверное, плохо помним. На какой вопрос отвечает слово running? И если мы только что выяснили, что быть можно каким-то или кем-то, она есть... И других вариантов быть не может просто. Быть каким-то или быть кем-то. Она есть какая? Да, бегущая. То есть running – это слово бегущая или бегающая. Да, то есть на вопрос какой отвечает? Окей, хорошо. Быть каким-то или кем-то. А вот если мы возьмем глагол любить, вот если у нас написано любить, he likes, или давайте I like, я люблю. Какая логика у действия любить? Вот быть можно каким-то или кем-то, да? А любить, как думаете, какие есть варианты? Быть можно каким-то, быть можно кем-то. А вот любить? Любить любящий чего? В этой жизни любить можно... Какие есть варианты? Быть можно каким-то или быть можно кем-то. А любить, какая у этого действия логика? Любить можно, ну как это к делу не относится, потому что как это просто наречие, да, это не может быть объектом для любить. Любить можно что-то, мороженое, пиццу, люблю пиццу, люблю мороженое, да, любить можно кого-то что-то, это одно и то же. То есть люблю мороженое и люблю Катю Машу, это одно и то же, ну, существительное какое-то, в общем, да. Любить можно кого-то что-то и любить можно, что, кого-то что-то. Ну, как это к делу не относится, это потому что как это наречие, это объектом не может быть. То есть если вы любите как, вы все равно любите либо кого-то что-то, либо люблю бегать, люблю прыгать. То есть любить можно что делать, любить можно что делать, любить можно что-то и что делать. Так, вот быть, что делать, смотрите, нельзя, да, быть можно каким-то или кем-то, а вот любить, что делать, можно, люблю бегать, люблю прыгать, хорошо, а каких-то, так можно? Давайте проясним, любить каких-то, ненавидеть каких-то, такое имеет смысл? Ну, потому что в русском иногда говорят, она любит богатых и красивых. Ну, давайте проясним, вот если вы когда в русском говорят, она любит богатых и красивых, или Маша любит только богатых и красивых, кто имеется в виду? Сам этот признак? Или речь все-таки про носители этого признака? Маша любит богатых, красивых и смелых. Имеется в виду людей, да, или мужчин, то есть объект, имеется в виду носители этого признака, любить каких-то нельзя, то есть любить можно что-то, кого-то что-то или что-то делать. Вот, а если у нас написано, соответственно, вот такое, I like running, вот я люблю и слово running, на какой вопрос отвечает running, учитывая, что перед ним написано я люблю, это надо подумать головой, не спешить. На какой вопрос отвечает слово running, вот в таком предложении, учитывая, что любить можно кого-то что-то и что-то делать. Валерия, а где там слово быть? Там нет слова быть, я люблю, вы что, там нет слова быть нигде, там написано я люблю, там не написано я есть. Так, Роман и Максим Истомин, а точнее Роман и Руслан, можно любить каких-то или нет? Давайте еще раз это обсудим. Иван Медяный, можно любить каких-то? Друзья, можно ли любить каких-то? Давайте вернемся к тому, что мы секунду назад обсуждали. Любить можно кого-то что-то и что-то делать. Друзья, можно ли любить бегающих? Можно ли любить каких-то? Давайте еще раз проясним. Минуту назад-то обсуждали, что некоторые уже забыли. Да нет, нельзя. Любить можно кого-то что-то и что делать. Если тут написано я люблю, значит это либо кого-то что-то, либо что-то делать. То есть это либо я люблю, что тут написано существительное, либо я люблю, что делать. Давайте подумаем. С виду кажется, что это похоже на что делать. Как бы я люблю бегать. Что за слова отвечают на вопрос, что делать? Многие говорят, что это отвечает на вопрос, что делать. Что за слова отвечают на вопрос, что делать? Ольга Полякова, минуту назад обсудили, что любить каких-то нельзя. Ольга, минуту назад обсудили. Какие слова отвечают на вопрос, что делать? Глаголы в какой форме? Глаголы в какой форме отвечают на вопрос, что делать? Глаголы в инфинитиве, правильно. Это глагол в инфинитиве? Нет, это не глагол в инфинитиве. Глагол в инфинитиве выглядит вот так, если кто не знает. Туран, ну или бесту. Это не глагол в инфинитиве. Соответственно, это не что делать. Вариант со что делать отпадает. Вот слово бегать, бежать. Вот оно, туран, здесь другое слово написано. На какой вопрос это отвечает? Мы убрали один вариант, потому что это не может отвечать на вопрос, что делать. Это же не инфинитив. Это никогда в жизни не будет отвечать на вопрос, что делать. Потому что это не инфинитив, вот что делать. Значит, если что делать отпадает, тогда какой вариант остается? На какой вопрос отвечает это слово running? Владимир Клименко. Любить можно что-то или что-то делать? Любить каких-то нельзя. Мы уже обсудили это, я уже раз десять повторил. Любить можно что-то или что-то делать? Валерий Радомысльский. Любить можно что-то или что-то делать? Мы выяснили, что фразы как любить каких-то не имеют смысла, потому что когда говорят, я люблю умных и богатых, женщина имеет в виду, что мужчин, носителей признака. Любить что делающих нельзя, Денис Балашов. Любить каких-то нельзя. Мы только что обсудили. Так, Павел, слово быть там нет. Ну смотрите, значит, любить можно только кого-то что-то или что-то делать. И мы знаем, что это не что делать. Какой вариант остается? Если любить можно что-то только существительное и что делать? Какой вариант остается, как вы думаете? Но получается что-то. Да, получается, что это существительное. Это так и есть. Все правильно, не надо переживать. Воинг — это не только что делающий. Мы позже познакомимся подробно со всеми воингами. Я заранее просто ввожу. Воинг — это еще и что деланье. Конечно, что деланье. Просто мы заранее к этому подготавливаемся, чтобы потом было проще. В итоге как это переводится? Бегание. Бегание. Бегание — это, конечно. Это существительное? Ну давайте так. В русском от глагола читать можно образовать слово чтение? Это по-нормальному или по-русски нельзя так разговаривать криво? Читать чтение. Читать чтение. Так можно чтение говорить по-русски? Или это неправильно так говорить? Чтение нормально. Хорошо. Изучать — изучение. Так можно по-русски? Изучать — изучение. Изучать глагол — изучение существительное. Так можно? Так можно. Хорошо. Плавать и плавание. Так можно? Плавать. И я люблю плавание. Так можно. Хорошо. Жить, житие. Я люблю жить в Москве, я люблю житие в Москве. Я люблю жить в Москве, я люблю житие. Житие можно? Это уже криво звучит. По-русски. По-русски. Хорошо, ладно, продолжаем. Быть, бытие. Я люблю быть, он любит быть добрым, он любит бытие добрым. Бытие так можно? Ну так по-русски не говорят, но это по-русски, по-английски говорят. Да, в английском от любого глагола образуется вот такое существительное, от любого. Слово бытие в английском, повседневное слово разговорное, каждый день его практически говорят. Житие то же самое. Англичане очень любят вот эти вот существительные, образованные глаголы. Так что военка может быть вот этим. Так, хорошо, но мы позже столкнемся сейчас. Это пока просто на будущее. У военки есть еще третья вещь, но она не такая важная. Это мы потом на восьмом уроке столкнемся. Хорошо, значит, а если давайте просто для проверки написано вот такое. started, she started, she started, she started, допустим. Вот давайте так. My hands, my hands, my руки, ну в смысле ладони, hands это ладони. My hands, my руки started, начали. И вот надо выяснить, и вот слово shaking, shake это трясти. Надо выяснить, на какой вопрос отвечает вот этот вот военка. Потому что от любого глагола можно, да, от любого, конечно. Военка образуется от любого глагола. Вот мои руки начали. И вот надо выяснить, на какой вопрос отвечает этот shaking. Это не может на вопрос, что делать, отвечать. Ради всего святого, что делать, это же инфинитив. Где вы тут видите инфинитив? Не спешите, надо подумать немножечко. Мои руки начали начинать в этой жизни. Давайте подумаем. Начинать. Тут написано глагол начали. Значит, начинать можно в этой жизни. Сейчас я получше напишу, чтобы было виднее, что это глагол. Начинать в этой жизни можно. Какие есть варианты? Давайте разберем логику глагола старт, начинать. Начинать можно что-то. Я начал проект. Да, начинать можно что-то. Ну, кого-то что-то. Окей, хорошо. Что-то так. Еще какие варианты. Как это к делу не относится? Потому что это наречие, оно объектом быть не может. Понятное дело, что как это? Это просто. Конечно, начинать можно как-то, но к делу не относится. То есть, это же наречие, оно несущественный элемент предложения. А нам важно разобраться объектом, что может быть для старта. Начинать можно что-то. Начинать можно что-то делать. Каких-то. Можно, нет? Начинать каких-то. Вот быть можно каким-то. Любить каких-то нельзя. Начинать каких-то тоже нельзя. Да, да. В итоге начинать можно то же самое, что и любить. Да. Хорошо. Ну и что в итоге? Мои руки начали. Это либо получается что-то, либо что делать. На какой вопрос отвечает это слово? Это либо что-то, либо что делать. Какой из вариантов? Что думаете? Какой из вариантов? Друзья, давайте еще раз. Разумеется, многие люди снова говорят, что это отвечает на вопрос, что делать. Тогда я снова говорю. А как выглядят слова, которые отвечают на вопрос, что делать? А как выглядят слова, которые отвечают на вопрос, что делать? Ну, это же глаголы в инфинитиве. На вопрос, что делать, отвечают глаголы в инфинитиве, конечно. Это шейк. Вот, ну вот же глагол, вот же слово, что делать. Это же, ну, это не может на вопрос, что делать, отвечать никогда в жизни. Потому что, что делать, это глагол в инфинитиве. А перед нами не глагол в инфинитиве. Это заметно просто. Потому что, ну, нет ту, и это какое-то инговое окончание. Это не что делать. И никогда не может отвечать на вопрос, что делать. Так, дальше кто-то пишет, что делающий. Друзья, давайте снова спросим. А можно ли начинать что делающий? Что в этой жизни начинать можно что-то? Можно начинать что-то делать? Можно ли начинать что делающий? То есть какой-то, каких-то? Нельзя. Начинать можно что-то и что-то делать. И мы уже выяснили, что это не инфинитив, очевидно. Не что делать. Соответственно, остается только один вариант. Что-то, это существительное, конечно. Как переводится дословно? Как это переводится, если глагол shake это трясти? Трясение. Ну да, трясти. Трясение, конечно. Мои руки начали трясение, все правильно. Это очень естественно по-английски так говорить. Вы, конечно, можете написать сюда инфинитив, никто не против. Но надо знать, что это за часть речи существительная, конечно. Руки начали трясение. Все, но мы в будущем с этим столкнемся. Это так просто. Мы готовились. Хорошо. Посмотрим дальше, что у нас есть. Запомните, что быть можно каким-то или кем-то. Это пригодится. Допустим. Допустим. Вот надо перевести такое предложение. Ну, пока не переводите. У меня сломался ноутбук, это еще не само предложает контекст. Я отнес мастерскую, мастеру отдал. Я спрашиваю начальника мастерской. Долго чинить-то будут? И мне начальник мастерской говорит. Обычно мастеру, обычно ему требуется два дня. Обычно ему требуется два дня, чтобы такое сделать. Как это сказать по-английски? Это не надо говорить глаголом нуждаться. Не надо. Не надо. Значит, можно ли, как вот, давайте, пока не переводите. Обычно ему требуется два дня на такую работу. Обычно ему требуется два дня. Можно ли, как вы считаете, по-русски в этой ситуации сказать, обычно это занимает у него два дня? Можно ли в этой ситуации по-русски сказать, знаете, обычно это занимает у него два дня? Так нормально? Обычно это занимает у него два дня? Можно, да. Хорошо. А что скрывается, кстати, за словом «это» в русском языке? Долго чинить будет? Ну, знаете, обычно «это» занимает у него два дня. Что скрывается за словом «это» в русском языке? Я имею в виду, что когда мы говорим «это» занимает, что «это» в данном ситуации? Действие само, да, ремонт, починка ноутбука. Конечно, за словом «это» скрывается в действии. Ну, так вот, значит, в русском можно сказать «это» занимает у него два дня обычно. Или «это» займет у него два дня, «это» заняло у него два дня. Ну, вот, в английском именно так и говорят. То есть, в качестве подлежащего берут, вот, ему требуется два дня, в качестве подлежащего берут «ид», а действие какое? Вот, учитывая в русском, «это» занимает у него два дня. А действие «тейк» брать. Конечно. А действие «брать». То есть, в русском мы говорим «ему требуется два дня, чтобы починить такой ноутбук», а в английском говорят «это» забирает или занимает, забирает, занимает у него два дня. Это такая конструкция, подлежащая «ид» и действие «тейк». Она нужна, чтобы передать вот кому что требуется. Когда требуется, ну, ресурсы под какую-то задачу. Ну, вы сейчас увидите примеры. Вот. Давайте, значит, слово обычно переводить не будем. Хотя, если бы мы его переводили, где бы оно стояло? Это слово «usuale». Где бы оно стояло? Если бы мы его... Ну, мы просто для упрощения не будем его писать. Но где бы оно стояло, кстати, если бы... Оно бы стояло перед смысловым глаголом. Да, вот подобные наречия ставятся перед смысловым глаголом. Обычно, всегда, никогда, вот это вот, которые указывают, насколько часто действие происходит, они прямо перед смысловым глаголом. Ну, наречия же к смысловому глаголу относятся, поэтому перед ним прямо. Вот. Ну, можно и в другие места поставить, это не так существенно, это вообще не будет ошибкой, если вы не туда поставите. Ну, ладно. Значит, ну что, какое время и тип предложения? Давайте попробуем построить-то вообще. Какое время и тип предложения? Ему требуется два дня. Это не будущее. Ну, или будущее. Требуется. Что делает? Давайте разбираться. Требуется. Что делает? В конце есть буква Л? Что делает? Нет, в конце нет буквы Л. Так. Значит, не прошедшее. В начале есть буква С? С делает. Требуется, что С. В начале нет буквы С. Значит, не будущее. Значит, настоящее. Да. Куда? Так, добавляем Ду или нет? Подскажите. Добавляем Ду или не добавляем? Ну, это не вопрос и не отрицание, поэтому никакие Ду нам не нужны. Совершенно непонятно, да, какое Ду вообще-то утвердительное предложение. Значит, настоящее время идет вот сюда, на тейк. Как будет выглядеть настоящее время? Как инфинитив или как буква С все-таки? В настоящее время идет на смысловой глагол. Как инфинитив будет выглядеть в настоящее время? Полностью совпадает или все-таки как буква С? Подлежащий один предмет, так что как буква С. It takes. Окей. Хорошо. То есть, это занимает, мы написали, это занимает. Дальше надо написать, это занимает у него два дня. Как мы напишем у него? Просто вторую колонку. Да, то есть, это как бы берет у него просто вторую колонку и все. Такое управление take. Это берет у него it takes him. Вот. И дальше что берет? Два дня. Вот так переводится это предложение. Ему обычно требуется два дня. Слово обычно я не стал переводить, оно стояло бы вот здесь вот. It takes him two days. Это берет у него два дня. То есть, в русском мы говорим, ему требуется, а в английском всегда обязательно это. Всегда это. Всегда подлежащий it и всегда действие take. Это берет у него два дня. Хорошо. Значит, тогда давайте сейчас я ненадолго отвлеку ваше внимание. И потом мы вернемся к предложениям с этой конструкцией. Вы уже поняли, да, как она используется. Это забирает у него два дня. Подлежащее it, действие take. Всегда it, а действие всегда take. И запомните, сейчас пригодится. Сначала мы немножко отвлечемся. Отвлечемся. Значит, вот ребенок не хочет ехать на дачу, и родители ему говорят get in the car. Почему здесь нет подлежащего? Ребенок не хочет ехать на дачу, родители ему говорят get in the car. Где здесь подлежащий? Почему нет подлежащего? У меня непонятно такое. Почему нет подлежащего? Это повелительное наклонение, это приказ, конечно. Это команда. Ладно, хорошо. А в каком значении get? В каком из трех значений get, как вы думаете? Получать, добираться или становиться каким-то? Учитывая, что дальше написано предлог внутрь. То есть дальше написано направление. Вот после get. Если это становиться, то дальше должно быть прилагательное. Каким? Если это получать, то дальше существительное сразу напишет. Получать что? Нет, это не может быть становись в машину. Никак. Потому что становиться каким-то. После get пишут прилагательное. Становиться каким-то. Это прилагательное? Нет, не похоже. Это существительное? Получать что-то? Получил работу? Получил? Нет, это не существительное. И это не прилагательное. Это направление написано. Значит, это добираться, перемещаться. Да, добираться или перемещаться, если вам так удобнее понимать. Добираться, перемещаться. То есть перемещайся внутрь машины. Get in the car. Конечно. Это значение добираться. Именно так и есть. Окей, хорошо. Значит, стираем. Ну что ж. Теперь давайте напишем предложение. Ему потребуется, с нашей структурой, ему потребуется два дня, чтобы добраться до отеля. Он потребуется два дня, чтобы добраться до отеля. Значит, это не надо переводить через глагол нуждаться. Need. Он ни в чем не нуждается. Это как это будет на английском звучать, если по-русски написать дословно? Как это будет на английском звучать, если по-русски это написать? То есть не ему потребуется два дня, а как англичане говорят, если на русском это... Мы говорим ему потребуется, а в английском говорят это заберет. Не, не он. Он ничего не сделает. Нет, друзья. Это. Это заберет обязательно у него. Это заберет. Конечно. Он ничего... Он всего лишь объект. Это заберет у него два дня. А что это, кстати? Не подскажете? Давайте еще раз по-русски обсудим. А что скрывать со словом это? Слушай, долго до отеля ехать? Ну это займет у нас два дня. Что это? Когда в русском говорят это займет у нас два дня. Что это? Долго до отеля ехать? Ну это займет два дня. Что это? Что скрывать со словом это? Поездка, действия, да, которые... Ну добраться до отеля, вот это вот действие за словом это. Слушай, долго до отеля ехать? Это займет два дня. Что это? Ехать до отеля. конечно за словом это скрывается как вы поняли действия вторую часть не переводите чтобы добраться до отеля не переводите сейчас разберемся как это сделать не надо напишите просто ему потребуется два дня не спешите времени много напишите правильно там другая грамматика не как в предыдущем пожалуйста а так ну что это не настоящее время какие тексты какие почему takes и роман александрович это не вопрос вот подлежащие вот действие это будущее время потребует теперь что делает это будущее так что выл добавляем модальный глагол и всегда находится где кстати кстати ну так на будущее где модальные глагол всегда находится алексей вордов это будущее же ведь по 3 боится что Глаз делает. Где модальные глаголы всегда находятся? Если это не вопрос, конечно. В вопросах понятно перед подлежащим, но вообще так по умолчанию, то где всегда? Сразу после подлежащего модальный глагол стоит, потому что модальный глагол передает, как подлежащий относится к действию. Я должен прийти. Он может. Это модальный глагол в русском. Он может прийти. Модальный глагол находится после подлежащего всегда. В английском, по крайней мере. Всегда. Сразу же. Не может ничего клиниться. Ничего. Сразу после подлежащего. Это на будущее. После модального глагола всегда короткий инфинитив. О, это изволит взять. It will take. Хорошо. Дальше. He или him писать? He. Первую колонку. Подлежащие или объект? Объект. Это заберет у него. Он всего лишь объект. У него отнимут два дня. Конечно. Вот подлежащие. Нам him нужно. Если я напишу he, это получится заново. Подлежащий написал. Да. Это отнимет у него. It will take him. И дальше что отнимет? Два дня. It will take him two days. Это отнимет у него два дня. Так. Как перевести, чтобы добраться до отеля? Чтобы добраться до отеля. Значит, слово чтобы в английском нет. Просто такое слово отсутствует. Как передается вот идея слова чтобы? А, собственно, что передает слово чтобы? Какая функция у слова чтобы в русском? Я купил машину, чтобы хвастаться перед друзьями. Я поеду в горы, чтобы отдохнуть. Какая функция у слова чтобы? Передавать идею цели. Цель показывать. Цель показывать. Денис Балашов, потому что это будущее время. Причем там буква S. Буква S это настоящее. Чтобы передает идею цели. Как в английском передается идея цели? Просто через инфинитив. Просто инфинитив уже может передавать идею цели. Инфинитив какого глагола-то? Ну, любого, который нужен нам по смыслу. Нам какой глагол нужен в инфинитиве? Какой нам нужен? В этом предложении какой? Любой может быть, но в этом предложении какой? Ну, в этом предложении добраться. Значит, пишем get в инфинитиве. Если бы у нас было чтобы скушать, было бы to eat. Чтобы работать, было бы to work. Любой глагол в инфинитиве передает идею цели. Ну, вот просто вместо слова чтобы я просто пишу инфинитив, чтобы добраться. Хорошо. До отеля. Какой предлог? До отеля. Как думаете? Здесь уж точно нельзя сказать, если вы не знаете. В направлении отеля здесь. Здесь предлог в направлении отеля. To. Ну, я не буду артикли ставить. To the hotel. В направлении отеля. It will take him two days to get to the hotel. Вот так оно и построено. Это заберет у него два дня, чтобы добраться, идея цели, в направлении отеля. Ну, это управление глаголом get. Добраться в направлении чего-то. Нет, имту здесь нельзя использовать. Нет. Иначе получится, чтобы добраться внутрь отеля. Нет, просто чтобы добраться в направлении отеля. Это управление get такое. Значит, обратите внимание, вот этот to, это предлог to. Нет, этот to, это просто показатель инфинитива. А вот этот to, это предлог. Он означает в направлении или к чему-то. Вот. Это не предлог to. Это просто показатель инфинитива. Это предлог to. И это к. Что пишется всегда после предлогов? Если это слово к, то на какой вопрос отвечает следующее слово? Если это предлог к, на какой вопрос следующее слово отвечает? Если это к, то к чему? Да, к отелю. К чему-то. Хорошо. Соответственно, что пишется после предлогов всегда? Основываясь вот на этом выводе. Если у нас написано для, то дальше пишут чего, если к чему, от чего, за чем. Что после предлогов всегда пишется? Существительные, конечно. После предлогов всегда пишется существительные. Хорошо. Спрашивают, какая часть речи этот get? Нет, это глагол в инфинитиве просто. Чтобы добраться в направлении отеля. Артикли я просто не ставлю пока что, пока мы не прошли. Они в домашке есть, но чтобы вас не приучивать к неправильному. Но в домашке я везде даю артикли заранее, какие надо ставить, в каком предложении. Там проставлено. В направлении отеля. Хорошо. То есть после предлогов мы поняли, что пишется существительные. Это очень важно на будущее. То есть это очень важно понимать, как слова между собой связываются. То, что после модальных глаголов инфинитив пишется. То есть после предлогов существительные пишутся. Соответственно, мы сейчас продолжим строить предложение, но вот на секундочку. She is tired of. Она есть tired. Подскажите перевод. Она есть... Подскажите перевод tired. Утомленная. Да, ну это же V3. Это V3. Все понимают, что это не прошедшее время. Это V3, это прилагательное. Она есть утомленная. Да, утомленная. Вот. Of. Как здесь перевести? Она есть утомленная. Видимо, от. Да, of это родительный поддержка в целом передает. Кого чего. Она есть утомленная. От. Хорошо. На какой вопрос будет отвечать следующее слово? Гарантированно. Это предлог. Она есть утомленная. От. На какой вопрос гарантированно будет отвечать следующее слово? Как бы оно не выглядело? Она есть утомленная от чего? Кого чего? Сто процентов. Если у меня написано от предлог, то дальше будет написано кого чего. Гарантированно. Ага. Ну вот я пишу вот такое слово. Глагол ждать. Wait. She's tired of waiting. Как переводится waiting? Она есть утомленная от... Wait. Это глагол ждать. To wait. Это ждать. Она есть утомленная от... То есть это существительное. Видимо, да. Это существительное. Угу. Совершенно верно. И... То есть что? От чего? От ждания. Да. Она есть утомленная от ждания. Вот. Так что waiting. Теперь мы выяснили, что может быть еще и существительным. Это придется потом вычислять. Она есть утомленная от ждания. Угу. Хорошо. Вот. Так. Ну что? Наш пример стираем. Ам. И посмотрим вот такое. Сколько... Сколько вы ждали? Сколько вы ждали? Вот такое надо перевести. Глагол ждать. Только что у нас был. Wait. Пожалуйста, самостоятельно сделайте. А потом кое-что мы обсудим. Секундочку. Здесь про что спрашивается? Про деньги или про что? Я просто не разобрался. Про какой ресурс спрашивается? Когда говорят, сколько вы ждали? Значит, не про деньги явно. Ну да. Разберитесь, в общем, пожалуйста, самостоятельно. Угу. Угу. Секундочку. Потому что выход был. Так. В общем, все. Где-то. Редактор субтитров. Секундочку. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не надо... Значит... Ид и тейк тоже не надо спрашивать, сколько это заняло... Здесь нет... Здесь же не написано, сколько потребовалось, чтобы что-то сделать... Здесь же не спрашивается, сколько это заняло... Просто сколько вы ждали обычное предложение... Подлежащее вы... Это вопрос в прошедшем времени... Проблема тут в вопросительном слове... Спрашивается про время... Время исчисляемое или нет? Время исчисляемое или нет? Матч или мэнни? Мэнни для исчисляемых... Много маркеров, мэнни маркерс... Матч для неисчисляемых... Много песка, много воды... Время неисчисляемое... По идее, должно быть, значит, how much... Но how much не будет... Потому что про затраченное время... Для затраченного времени есть отдельное упростительное слово... Как долго? Это просто запомните, это пригождается... И потом пригодится тоже... Как долго? How long? Вот. И не надо писать слово время... То есть не надо писать вот сюда... How long time? Не надо. How long просто? How long did you wait? Вот. Про время вот такое упростительное слово... Это сегодня потребуется. Вот. How much... Подумают, что про деньги... Ну, поймут точнее, что вы имеете... Но how much про время не пишут... Про время именно how long... Как долго говорят... Да, про затраченное время... Вот теперь вопрос... Это предложение английское... How long did you wait? Это сколько вы ждали? Или сколько вы прождали? Или так и так? Может, я неправильно перевел? Здесь же ждали... А не прождали. Это... Вот у меня написано, сколько вы ждали? Или сколько вы прождали? Или и так и так? В английском нет деления на совершенный, несовершенный вид. Нет деления на делал-сделал, накрасил-покрасил. То, что у меня написано, это... Здесь написано, и сколько вы ждали, и сколько вы прождали. И так, и так. Это просто так дополнительная информация. То есть, если предложение, сколько вы ждали, переводится вот так. Предложение, сколько вы прождали, переводится вот так же. Не понял про матч-мэни, спрашивает Павел. Павел, здесь действительно время штука неисчисляемая. По идее, должно быть матч. Но про затраченное время спрашивают, как долго. Вместо how much спрашивают, как долго. Используется слово long, наречие долго или длинно. Это наречие или прилагательное. В данном случае это наречие, как долго. Вот так вот. How long did you wait? Как компенсируется отсутствие совершенного и несовершенного вида? Ну, это в будущем мы будем разбираться. Сейчас пока рано, как компенсируется. Ну, может, это большим количеством времен компенсируется. И контекстом. Ну, это после урока давайте обсудим, если хотите. Это много как компенсируется. Разные есть способы. Можно просто словами это передать. Можно передать это грамматикой. Так, ладно. Давайте такое. Сколько ему потребовалось. Сложное предложение. Большое. Сколько ему потребовалось, чтобы добраться до отеля. Сколько ему потребовалось, чтобы добраться до отеля. Значит, здесь правильно я понимаю, что через eat и take будет это делаться. Через eat и take будет здесь использоваться. Здесь идет речь о том, что требуются ресурсы под какую-то задачу. Здесь eat и take будет подлежащее. Да. То есть это будет построено при помощи eat и take. Сколько это заняло? Сколько это забрало у него времени? Напомню, что он всего лишь объект. Сколько это забрало у него времени? Скажите, пожалуйста, а что за словом это скрывается? Сколько это заняло у тебя времени? Человек говорит, мне надо было ехать в отель в тот день. А сколько это заняло у тебя времени? Что это? Подскажите, пожалуйста. Как в русском говорим, сколько это заняло у тебя времени? Что скрывается за словом это? вот это действие добраться до отеля да она в русском и вот что имеется виду послом это и в английском под словом это тоже подразумевается добраться до отеля конечно пожалуйста постройте самостоятельно а про что спрашивается про деньги или про что я еще раз вот уточню насчет вопросительного слова про какой ресурс сколько ему потребовалось чтобы добраться до отеля про время затраченный вопрос да понимаете какое упростительное слово будет пожалуйста самостоятельно времени много времени много не спешите а Продолжение следует... Продолжение следует... Если не написать, какой ресурс спрашиваете. Так что... Устроим потихоньку. Многие написали, что это прошедшее время. Нет, не думаю, что это прошедшее. А, нет, стоп! Да, это прошедшее. Да, некоторые написали, что это будущее. Ну, да, это не будущее все-таки, это не Уэлл. Так, Максим Истомин. Не, не он забрал. Не он забрал. Это. Сколько это заняло у него времени? Он всего лишь объект. Вот это вот действие, поездка до отеля, пришла и забрала у него время. То есть, грубо говоря, здесь спрашивается, сколько поездка до отеля забрала у тебя времени? Он всего лишь объект. У него отняли время. Он объект. Он ни у кого ничего не забирал. Он объект. У него отняли. Действие take, подлежащее it. Написал. Да, очень удобно. Не надо думать над подлежащим действием. Сразу it и take. Какое время? Прошедшее. Потребовалось, что сделало. Вначале есть буква с. Что сделало. Но это еще не гарантия будущего времени. В конце есть буква л. Значит, прошедшее. Что делало, что сделало. Это вопросы прошедшего времени. Делалось, сделало. Так что сделало. Прошедшее. Да тут вот она. Это л. Вот нагрузка прошедшего. Вот в этой букве л заключена. Окей. Это вопрос в прошедшем времени. Ставим do перед подлежащим. Do принимает на себя прошедшее время. Сюда прошедшее время не идет. Take это глагол действительно неправильный. Хорошо бы знать его форму прошедшего времени. Это took. Но здесь он не пригодится. Потому что на take прошедшее время не пойдет. Он пойдет вот сюда. Если бы у нас было утвердительное предложение, тогда прошло бы прошедшее время сюда и был бы took. Но это вопрос. Так что прошедшее время здесь. Did it take? Дальше. Вопросительное слово. Спрашивается про затраченное время. Значит, как долго. Не how much, не how many. А про затраченное время спрашивают how long. How long did it take? Дальше управление take. Какое управление take? У кого забрало и что забрало? Сколько это забрало у кого и что? Сначала у кого, вторая колонка. У него. Him. Вторая колонка. How long did it take him? Дальше что забрало? Два часа, два дня. Здесь такой информации нет. Значит, не пишем. How long did it take him? Чтобы добраться до tell. Теперь вот эта часть. Слово «чтобы» в английском нет. Идея цели передается просто через инфинитив. Так что просто пишу инфинитив. Какого глагола? Инфинитив. Ну, глагол добраться. В данном случае, чтобы добраться ведь, а не чтобы купить. Так, значит, to get. А если было, чтобы купить? To buy. А если было, чтобы поплавать? To swim. Чтобы почитать? To read. Чтобы добраться? To get. В направлении отеля? To the hotel. How long did it take him to get to the hotel? Вот так оно и строится. Не go, кстати. Go нельзя. Ну, то есть, можно написать, но это получится, что сколько времени у него заняло, чтобы поехать в отель. Если я go напишу, получится, сколько ему потребовалось, чтобы поехать в отель. Go не передает идею, что он доехал туда. Вот в чем дело. А где здесь у кого? Спрашивает Николай Васильев. У здесь действительно нет. Вот, просто есть вторая колонка, которая, как вы знаете, отвечает на вопрос, кого или кому. У? Правда, нет. Ничего не могу поделать. Такое управление take. Забрать, как бы, у кого-то, но без у. Вы же говорили, что в вопросах о количестве ресурсов ресурс ставится к вопросительному слову. Это правда? Да, это правда. Это правда. Это правда. Когда мы спрашиваем про количество какого-то ресурса, сколько у тебя друзей, сколько компаний ты сменил, сколько, не знаю, бриллиантов ты купил вчера, сколько машин у тебя было за всю жизнь. В этот ресурс ставится вопросительное слово. Все правда. Но! Дело в том, что, друзья, how long здесь уже подразумевается слово time. Не надо писать. Потому что how long, как долго, спрашивают только про время. Уже сюда здесь подразумевают. Если спрашивают, как долго, все понимают, что про время. Не надо еще раз писать слово время. Это тавтология будет. То, что все и так знают, что слово time уже сюда заложено. То, что how long спрашивают только про время. Ну, теоретически, конечно, может вопрос быть про длину. Не знаю, какой длины кит. Что-нибудь такое. Но в основном все понимают, что это про время. How long did you take him to get to the hotel? Вот. Вот так вот. Соответственно, а если... Да, вопрос вот... Я понимаю, что вы хотите узнать. Куда писать два дня? Да, вот если нам нужно написать... Ну, в общем, ресурсы пишутся все сюда. Будет ли правильным матч, если я после матч добавлю time? А будет правильно, но неестественно. Вы, конечно, можете теоретически написать how much time, но это неестественно, так не говорят. Все поймут, но так не говорят. Вот. Да если бы у нас был вопрос, сколько денег, было бы написано действительно how much money. Money не было бы написано. Потому что когда спрашивают how much, уже понятно, что про деньги. Вот если бы у нас написано было, сколько краски нужно. Сколько краски ему нужно, чтобы покрасить забор. Вот было бы написано тогда how much, а не long, how much paint. Слово краска была бы существительной, прямо сюда написано. How much paint. Или сколько мяса ты съел. How much meat did you eat. Окей. Вот так оно и построено. В домашке, разумеется, есть на это задание. Прям домашка с них и начинается. Она потребовалась. Так, где еще нам мы можем применить, где мы можем еще применить эти знания? Ой, зря я стер, конечно. Ну, раз я стер, давайте переведем тогда новое предложение. Что вы что-то так. Раз я стер, давайте еще одно переведем. Такую же конструкцию, чтобы я кое-что объяснил. Ей потребовалось два часа, чтобы починить мой ноутбук. Чтобы починить мой ноутбук. Починить как? Какой глагол возьмем? Ну, самое простое, фэкс. То, что в американском языке, в основном в американском говорят, это самое простое, фэкс. Да, в британском говорят, репейр, обычно. Вот. Ноутбук, это как ни странно, лэптоп. Да. Лэп, это как бы колени. Да, ну, не колени, но вот эта область как бы коленей. То есть, потому что он как бы на колени кладется. Да, топ, это верх, то есть наверх колени. Ну, не важно, в общем, как это слово ноутбук. Пожалуйста, постройте. И потребовалось два часа, чтобы починить мой ноутбук. Самостоятельно, времени много. Время не перепутайте только. Ольга, не перепутайте время, друзья. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 У кого заняло? У кого забрало два часа? У нее Вторая колонка Это вторая колонка Это не третья Это не ее шны Это у нее Вторая У кого Вот видите, где слово ей? В русском оно написано вот тут Но в английском это же объект Разумеется, он будет после действия написан Так объект подчеркивается Два часа Чтобы починить Идея цели передается через инфинитив, to fix, чтобы починить. Теперь не get уже, а fix. Нет, нет, get никакой писать не надо. Get мы писали для чего? Зачем мы писали get? Потому что нам надо было сказать, чтобы добраться. Поэтому писали to get. Но теперь у нас, чтобы починить, поэтому to fix. А если бы у нас было, чтобы купить, было бы to buy. А если бы у нас было, чтобы прочитать, было бы to read. Get мы писали только потому, что там был глагол добраться. Теперь глагол другой, починить. Поэтому уже fix в инфинитиве ставится, а не get в инфинитиве. Да, to fix my laptop. Все. It took two hours to fix my laptop. Вот так вот. Так, в итоге. Давайте еще раз все-таки выясним. Что же скрывается за этим add? Вот уже на английском теперь. Что скрывается за этим add? Эту заняло у нее два часа. Починить мой ноутбук. Что скрывается за словом add? Это. Валерий Родомысльский. Можно, так как вы, но лучше после урока спросите. Вторая часть не совсем правильно. У вас. Так, что скрывается за add? Это заняло у нее два часа починить мой ноутбук. За add скрывается починить ноутбук. Эту заняло у нее два часа. Что это? Починить ноутбук. Это. Вот что скрывается за it. Починка ноутбука. Починить ноутбук. Конечно, вторая часть предложения. Вот. А почему бы не сделать вот это подлежащим? А почему бы так и не писать? To fix. Починить. Заняло два часа. Почему бы не сделать это подлежащим? To fix. Took. Two hours. И все. А почему бы так не сделать? Потому что очень не любят инфинитив делать подлежащим. Никогда в английском. То есть, может быть, где-то может такое встретиться. Но это крайне не любят делать. Поэтому это избегают всеми возможными способами. Инфинитив никто не любит делать подлежащим. Ну, по логике так можно в теории написать. To fix. Took. Two hours. Но инфинитив очень не любят делать подлежащим. Поэтому. Поэтому. Пишут. Это заняло у нее два часа. И пока собеседник не начал возмущаться, что это. Быстренько поясняют. Починить ноутбук. Вот так это устроено. Елена, да. Елена Кравченко ответит да. Просто пишут это заняло. Потому что не любят инфинитив делать подлежащим. Это неестественно. По крайней мере в современном языке. Вот так вот. Соответственно. Давайте посмотрим другой пример. Значит. То есть, если очевидно, что заняло. Можно и не пояснять. Да. Ну. Можно просто сказать. It took her two hours. Ну. Не на наших занятиях. Но. В принципе. Да. Если очевидно. Какое действие. Из контекста. Если известно. О каком действии. Тут говорят. Можно просто сказать. It took her two hours. И все. Это заняло у нее два часа. Если собеседник сам до этого назвал действие. Какой-нибудь. Да. Можно вторую часть теоретически и не писать. Но мы на наших занятиях всегда надо писать. То, что мы тренируемся. Значит. Вот. Вот такое предложение. Действительно сложное. Работать в той компании было тяжело. Меня спросили. Дмитрий. Каково было работать президентом Google? Я говорю. Работать в той компании было тяжело. Работать в той компании было тяжело. Тяжело. Вот. Работать в той компании было тяжело. Очень сложное предложение. Значит, с чего начать? Ну, то есть, как русский человек без подготовки переводил бы? Он бы написал вот так. To work. Как сказать было? Как сказать было? Это глагол be в прошедшем времени. Это глагол be в прошедшем времени. В настоящем он выглядит как is или are. Но нам надо теперь в прошедшем. В прошедшем он выглядит как was. Там, где is, там was. А там, где are, там were. Ну, если подлежащий один предмет, то was. Если несколько, то were. Вот. Вот глагол be вот так вот выглядит. Ну, давайте даже, знаете, уберем было. Работать в той компании тяжело. Или нет, пусть будет было тяжело. Ну, было тяжело. Окей. Вот так вот выглядит глагол be с нагрузкой прошедшего времени. Да? Ну, если предмет один, то was, я был, там, или кот был, cat was. Коты были, cats were. Итак, как это сделать? Ну, не буду же я писать to work was hard. Вот как по-русски. Ну, так точно неправильно. Ну, это явно не по-английски. Мы знаем, что, ну, нельзя сделать инфинитив, взять как подлежащее. Работать to work was hard. Так просто не говорят. Вот. Хорошо. Как же тогда быть? Давайте для начала уберем в той компании. Давайте для начала уберем, просто ставим работать было тяжело. Как нам быть? Мы напишем это было тяжело. Надо, вместо работать было тяжело. Мы, мы, слово работать, мы заменим просто на это. Это было тяжело. Вот как, примерно, как мы в предыдущем предложении. Такой же принцип. Это было тяжело. Так. А дальше, что мы сделаем дальше, после это было тяжело? Мы поясним, что мы имели в виду под словом это. Конечно, мы расшифруем, что мы имели в виду под словом это, пока собеседник не начал возмущаться. Потому что, когда я ему говорю, это было тяжело, он скажет, что это, ты о чем? Вот. И пока он не начал возмущаться, я напишу, что я имею в виду под словом это. Это было тяжело. Что это? Работать в той компании. Да. Так. Ну что, постройте сами. Тяжело – это прилагательное hard. Да, ну или какое-нибудь другое. Ну давайте hard возьмем как самое простое. Это было тяжело. Я не могу взять инфинитив, работать, я не могу сделать его подлежащим. Так не принято. Творк. Не могу я сделать подлежащим. Тогда я сделаю подлежащим слово это. Это было тяжело. Не работать было, а это было тяжело. И дальше поясню, что я имел в виду под словом это. Строим, пожалуйста. Светлана, так можно написать, да. Только без артикля. Так как вы прислали, можно. Надо ли писать for me? Нет, for me для меня писать не надо, потому что здесь нет мне. Здесь нет нигде фразы «мне» было тяжело. Поэтому пока писать не надо. А можно ли сделать, спрашиваю, подлежащим слово «работание»? Working. Можно. Но не надо пока что. Можно, можно, конечно. Инфинитив нельзя сделать подлежащим. А вот существительное, работание, можно. Можно. Но чаще будут делать вот так, как мы сейчас делаем. То есть носителю, видимо, проще просто написать «это было тяжело». It was hard. Это было тяжело. Дальше поясняем, что мы имели в виду под словом это. To work. Ну и все. Ну а дальше можно написать в той компании, но это как бы уже к грамматике не относится. Самое главное вот это построить. Это было тяжело работать. То есть за словом это скрывается вот это действие. То есть вот что стоит за словом it. Работать. Это было тяжело. Что это? Работать. Was hard to work. В той компании, ну давайте напишем. In. Здесь in предлог. In. То есть внутри как бы. Той. Это слово that. Тот. Компания. Это company. Но если вы не знаете какое-то из этих слов, это как раз не страшно. Хотя that, надо знать слово. Тот. В той компании. That company. Не в этой. Не this. This это в этой компании. Это где я сейчас работаю. Потому что она близко ко мне. Поэтому где я сейчас работаю, называется this. Потому что я сейчас на ней работаю. Если я говорю про прошлую работу, то она от меня удалена. Во времени. Она в прошлом. Поэтому я буду говорить, та компания, та работа. That company. That job. Вот. Игорь Славов спрашивает, почему не hard? А почему должно быть? Ну, это прилагательное hard. Обычное прилагательное. Почему? Ну. Вы намекаете на то, что V3 должно быть? Такого глагола нет. Hard. Такого глагола просто нет. Вот в чем дело. Hard. Поэтому просто прилагательное это. Ну, или наречие. Но здесь это... Здесь это прилагательное или наречие, кстати? Потому что hard это же и прилагательное и наречие, как и многие другие слова. Это прилагательное или это наречие? Это прилагательное. Да. Это прилагательное, как ни странно. Это прилагательное. То есть это было тяжелым. быть каким-то это прилагательное это не наречие несмотря на то что вы можете утверждать что это относится к work это прилагательное так вот так мы и построили на вот глагол be пригодится его форма прошедшего времени вот так выглядит то есть там где из там воз там где артам а если подлежащие я ай то тогда тоже воз тоже воз вот настоящем времени ай м а в прошедшем я был тоже ай воз вот если подлежащий один предмет то воз если несколько предметов в ну как из артам где из там воза не созвучно там где артам гор так хорошо что еще мы можем ли мы много за сегодня разобрали значит 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 так да давайте давайте проясним слова дэс и дэд я хочу убедиться все знают то есть я имею ввиду просто знакомы да дэс это этот дэт это тот да этот это который предмет который в моей зоне доступа вот этот маркер дэс маркер а если этот маркер находится у друга в руке то для меня это уже дэд маркер тот маркер потому что вне моей зоны доступа он другого человека а вот соответственно от этих слов ну это просто уже стоит запомнить есть множественное число эти дэс это этот а есть слова эти дэс и есть слова слова тот есть слова те дэс эти слова стоит выучить потому что они очень часто используются стоит соответственно если эти маркеры дэс маркер если у друга они в руке то те маркеры дэс дэс маркерс дэс 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 вот перевод перевод слова дэс это эти а слова дэс те ну как в русском да то есть это тот эти те да давайте я подпишу если вы не знаете ну слова нужное объективно нужное вот так так и как это все используется я напомню вот это слова как третья колонка то есть это работает как третья колонка крепится к существительному каком-нибудь и все этот дом вот если что на будущее вот вы замечаете в домашке артикли все какие-то ставятся и мы не понимаем артикли как их использовать друзья третья колонка замещает собой артикль если вы не знаете какой артикль писать пишите третью колонку или вот это слова этот тот они тоже замещают собой артикли так что ну когда дойдем до артикли можно будет не использовать так не замещать но в целом если не знаете какой артикль пожалуйста третья колонка эти слова заменяют артикль вот совершенно на сто процентов абсолютно правильно носители сами не всегда пишут артикли они сами чаще что часто говорят третью колонку потому что он иногда просто лучше сказать точнее сказать третью колонку чем артикль вот окей значит очень надеюсь разобраться с артиклями окончательно с вашей помощью но это за один урок не произойдет я за один урок объясню мы разберем много примеров но это здесь нужна просто практика я объясню принципы вот я объясню принципы постановки общей конечно сразу на что артикли предупреждаю есть ситуации которые мало объяснимы но как правильно делать в 99 процентах случаев или в 95 процентах случаев я вам скажу ну или в 90 процентах случаев есть ситуации которые необъяснимы должен быть артикль а его нет такое есть приходится признать что исключение то много но исключение это не не то что не то с чем приходится сталкиваться постоянно Вот, окей, значит, теперь, ну, дойдем, обсудим артикли, теперь вот какой момент, значит, чтобы нам еще рассмотреть, вот такое предложение, на английском напишу, глагол care означает заботиться, когда говорят I don't care, имеют в виду мне все равно, ну, в русском говорят мне все равно, а в английском говорят я не забочусь, я не забочусь о, ну, такое предложение было в домашке, я не забочусь о, I don't care about being popular, popular, популярный, вот, about это предлог о, я не забочусь о, на какой вопрос отвечает следующее слово, гарантированно, если написано, ну, если написано предлог, я не забочусь о, на какой вопрос отвечает следующее слово, это уже не относится к нашей теме, это просто такие задачки на, так сказать, на принципы связи слов. Николай, хорошо, я посмотрю то, что вы прислали, и если что, буду рекомендовать, но я сначала сам посмотрю, я не забочусь о, на какой вопрос отвечает это слово? О, ну, значит, на вопрос в чем отвечает, о чем-то, ну, конечно, это существительное, да, это существительное, как переводится тогда? Если это от глагола быть существительное, как переводится? Ну, если это от глагольное существительное, от глагола быть. Читать чтение, бегать беганье, плавать плаванье, быть, бытие, да, я не забочусь о бытии популярном, конечно. Бытие, бытие, я не забочусь о бытии популярном, вот, кто-то написал, я не забочусь о популярности, не-не-не, слово популярность здесь нет, это популяр, это прилагательное, ну, это прилагательное здесь нет, слово популярность, да и в английском слово популярность редко используется, проще сказать, носителю проще сказать, я не забочусь о бытии популярном, да, так. На бытии каким-то. Окей. Так, ладно, давайте посмотрим. Вот какое предложение. Это из домашки, из прошлой домашки, которая уже была. Она интересуется политикой. Политика вот так пишется. Politics. Что с глаголом интересуется, как это передать? В английском не используется такой глагол интересоваться. Как это передать-то? Потому что в русском есть глагол интересуется, но в английском это не так передается. Глагол интересуется не используется. Да его, наверное, и нет как такового. Есть только интересовать кого-то. Какой это глагол? Это быть заинтересованным. А вы в домашки разве еще не попадался-то? Подождите, разве не попадался в домашки еще? Быть заинтересованным. Не попадался. Ну, значит, попадется скоро. Да. То есть, глагол интересуется нет, вместо этого быть заинтересованным. Вот это вот слово interested. Это В2 или В3? Interested. Это В2 или В3? Это прошедшее время или это прилагательное? В3, что сделанный? Ну, это В3, конечно. Если вы считаете, что это В2, почему после глагола быть написано прошедшее время? Быть интересовался, что ли? Разве можно был, что делал? Быть же ведь можно каким-то или кем-то. Быть каким-то. Это не можно быть глаголом никогда вообще. Быть каким-то можно или быть кем-то. Ну, это какой-то. Это В3. Вот. Она как бы быть заинтересованным в... Вот так вот передается глагол заинтересуется. Быть заинтересованным в... Так, ну что, достройте, пожалуйста. Она интересуется политикой. То есть, разумеется, не интересуется, а она заинтересована в политике. Так говорят. Пожалуйста. Руслан, так реже говорят, как вы предложили. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Так. Ну что, это настоящее время, так что никакой не воз, да? Это не она была. Ну, потому что, может, кто-то захотел воз написать. Это настоящее время, так что это из, да? Так. А как это вы би просто написали? Очень интересно. Антон Проценко. А как без нагрузки вообще вы можете написать-то? Алена, вы пропустили грамматическую нагрузку, и Антон Проценко, у вас нет грамматики в предложении. Такого не может быть. Время должно быть. В В3 время не передает никакое. Это прилагательное. Оно не передает время. Если я оставлю би, получается, в предложении нет времени. Такого быть не может. Оно должно быть в каком-то времени. В настоящем, например. Так что она есть заинтересованная. Роман Александрович, никаких ингов писать нельзя. Инги запрещены. Писать инги могу только я и просить вас их перевести. Инги запрещены наших уроков. Не надо ничего. Никто не требует от вас их использовать и так далее. Я просто пишу предложение с ингом, чтобы вы, так сказать, ознакомились заранее и, так сказать, подготовить вас к будущим урокам. Вот. Не надо инг использовать и не надо задумываться над тем, как он используется пока что. She is interested in politics. Она есть заинтересованная в политике. Вот. Так. А давайте вот такое построим предложение. В чем она заинтересована? Как вы понимаете, здесь это же выражение. Да? Да? Ну, как бы, в чем она заинтересована? Имеется в виду, чем интересуется эта женщина. Вот. Ну, я ближе к английскому написал. В чем она заинтересована? Это ближе к английскому. Понятно, по-русски мы говорим, чем она интересуется. Пожалуйста, постройте времени много. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Только Денис Балашов, это не прошедшее время. Николай Сисницкий, нет. Вполне нормально. Почему? Все правильно у вас. Так. Денис Балашов, здесь глагол be, и он ведет себя как вспомогательный. Глагол be ведет себя как вспомогательный. Светлана, нет, так не пойдет. Мы же выяснили. Вместо заинтересованного... Быть заинтересованным, говорят. Валерий, в чем? В чем? Не о чем, а в чем? Любый гранит, надо вопрос сделать из этого. Смирнов и надо вопрос из этого сделать. Николай Васильев, be, здесь глагол be, быть заинтересованным. Так говорят в английском, быть заинтересованным. И, соответственно, надо глаголом be задавать вопрос. Если у вас есть глагол be, то, сами понимаете, надо при помощи него вопроса и отрицания делать. И на нем нагрузка. Так что, в чем? Какое действие у нас? Быть. Действует быть у нас. Ну, вместо интересоваться, говорит, быть заинтересованным. Вместо увлекаться чем-то, быть заинтересованным. Be interested. Она, she, подлежащая, действие be. Время какое? Время настоящее. Так что, набить, вот нагрузка настоящего времени. She is interested. Она есть заинтересованная. Надо вопрос из этого сделать. Так что, be мы ставим перед подлежащим. Вот сюда. Is she interested. Вот. И последнее, что мы забыли. Есть она заинтересованная. Прилагательная вот это. Что мы забыли еще? Перед чем? Перед упростительным словом не должно. Это в стоять. В чем? В чем? Ведь говорят же, чем она заинтересована в? Ведь так говорят. В чем она заинтересована в? Так что это in надо отправить в конец. What is she interested in? А чем она интересуется? What is she interested in? Вот. Светлана. Не, не her. Her не может быть подлежащим. Светлана. Her не может быть подлежащим. Это закон. И русского, и английского, и любого другого языка. Her – это вторая колонка. What is she interested in? Так. Владимир говорит, about может быть такое предложение? Нет, это будет криво. Тогда если about напишу, получится, как бы, о чем она заинтересована. Нет. Ну, как бы так просто обычно не говорят, наверное, по-английски. О чем она заинтересована? В чем она заинтересована? Конечно, надо заглянуть в словарь, но вряд ли. Так. Все. На сегодня мы все разобрали. Вот. Пожалуйста, я могу ответить на ваши вопросы. Обязательно делайте домашку и тексты в ней обязательно делайте. Тексты – самое важное. Все надо делать. Вот. Тексты где в домработе. Там, ну, прям в домашке там написано слово «текст». Вы кто-нибудь видел в домашке вот в 3.1, например, слово «текст»? Или в 3.1 написано слово «текст». Вот после слова «текст» идет «текст». Ну, будет чаще попадаться. Я сегодня вышлю новую домашку. Новую версию. Вот в 4-й тоже написано «текст». Вот. Я сделал шаблон для задания в Google Доке. Может быть, больше подойдет. Посмотрим. Посмотрим. Сейчас не могу посмотреть. На неделе. В понедельник посмотрю. Или сегодня вечером. Можно ли это предложение написать через it? Нет, нельзя. Не, можно. Можно, можно. Теоретически можно. То есть, что есть это? What is it? И дальше, которым она заинтересована. Но лучше не надо, это достаточно сложно. What is it? Что is interested in? Теоретически можно, но не нужно. Нет, Павел, так нельзя. Я сохранил ее, а она не сохранилась. Это я что-то не так нажала? Ну да, возможно. Есть возможность сохраняться. Нет, абсолютно нормально работает домашка, как любой документ. Сохраняется и все, как обычно. В третьем не было, в четвертом есть текст. Ну, хорошо, я пришлю. Представляете, как правильно делать работу над ошибками? Ну, здесь уж как, обязательно надо смотреть ответы, потому что, когда вы проверяете ответы и смотрите на мой ответ, который я сделал, если он без опечатки, то это очень важно. Это 80% результата в домашке. Это сверять свой ответ с моим и думать, а почему Дмитрий написал по-другому в ответе. Это невероятно важно, это практически есть весь результат, домашки от этого зависит. То, что вы сделали в домашке правильно, замечательно, вы молодец. Но то, что вы сделали неправильно, обязательно нужно посмотреть мой ответ и подумать, а что же, как это так получилось, как это построено, как это в ответах, вот почему так построено. Вот, все время надо задумываться, как построено мое предложение. То есть, в итоге, как делать работу над ошибкой? Посмотреть в мой ответ и разобраться, почему у меня, по каким принципам построено у меня. Вот. У меня домашка без текстов. Ну, я пришлю, будет с текстом. Да, как работать с текстом? Да никак, текст составлен из таких же предложений. Никак, это никак. Просто переводите так же и дальше, и все. Просто ничем это не отличается. Текст составлен из таких же предложений, просто в этих предложениях часто встречаются слова «но», «потому что». Ну, потому что это без этого, как текст построить-то без слов «потому что», «но», «поэтому». Вот. А так, это такие же предложения. Ничем это не отличается. Просто переводите и все. Тексты переводить очень важно. Потому что одна из целей домашки, это помимо того, что мы изучаем грамматику, мне бы хотелось, конечно, это не заявлено как цель курса, это курс по грамматике, но втайне хотелось бы вас научить составлять текст, хотя бы письменно. Потому что это и есть речь, составление текстов, составление предложений и объединение их в тексты. То, что там тексты, которые вы будете переводить в домашке, это все нормальная устная речь, так и разговаривают. Вот, когда переведете тексты, они небольшие, там пять предложений, может быть, шесть, они очень маленькие. Но это так и разговаривают, то есть вот так выражают свое мнение по какому-то вопросу. Ну, давайте я вот открою. Вот, пожалуйста, текст про, не знаю, вечеринка у Майка, да, homework 3.3. Вот у Майка вчера была отличная вечеринка, он бы просил меня принести некоторое количество напитков и пиццы. Поэтому мы пошли в магазин, поэтому мы пошли в магазин. Мы смотрели фильмы и много танцевали, но затем его жена пришла домой, она сильно расстроилась. Но мы сказали ей, что она выглядела красивой и она успокоилась. То есть в целом вечеринка прошла отлично, я добрался домой только полуночи. Это небольшой, по-русски может не очень гладко звучит, по-английски нормально. Это вот небольшой рассказ. И вот тексты обязательно надо делать, потому что, собственно, это и есть устная речь. Вот, то есть одна из проблем, почему люди не говорят, потому что они не умеют составить хоть что-то. А когда много уже рассказов составил, неважно в прошедшем времени или в настоящем, просто свое мнение там рассказываю, это уже формирует навык и человек, ну он уже много раз составлял какие-то истории, рассказы, ему несложно о чем-либо рассказать. Это и есть речь. Составить предложения и объединить их в единый смысл. У вас американское произношение? Ну да, ближе к американскому. Ну да. Но на занятиях я не очень хорошо произношу. Во-первых, потому что я месяц уже где-то не говорил по-английски, ну по-нормальному. И поэтому, потому что я весь месяц последний писал про вот эти вот нашу домашку в последний месяц. Поэтому чуть хуже произношение. Плюс на занятиях я, поскольку это перемежается с русским языком, не очень легко переключаться. Но в целом да. Если вы хотите хорошее произношение послушать, я имею в виду русскоязычного человека, то посмотрите у меня видео на канале одно из последних с зелененькой обложкой. Вот. Там вот хорошее произношение, это когда я, так сказать, в форме. Зелененькая обложка, если вы хотите послушать. Да, вот там хорошее американское произношение, даже особо придраться не к чему. Это не слово, это сейчас скажу какое видео. Это видео, если вам интересно. Ну, на занятиях я, конечно, правильно все произношу, просто не совсем отточены звуки, когда с русским языком это все приходится переключаться. Так. Вот. Как говорить на английском называется видео. Вот, если кому интересно. Не забудьте про 5 минут на скачивание видео. Хорошо, я выключу заранее запись. Посоветуйте каких-нибудь блогеров американских, инстаграм или на ютубе. На ютубе все, что угодно можете смотреть. Ну, включите CNN. Я иногда смотрю. Ну, если делать нечего. CNN. Или... Ну, CNN включить. Там много подобных новостных каналов, где рассказываются не политические новости, а просто какие-то бытовые истории. Кто-то кого-то ограбил там, или кот упал с дерева, или что-нибудь такое. Вот. Это в самый раз. И субтитры обязательно включайте на английском. Как перевести на английский? К 5 он дома. Хороший вопрос. Давайте разберем. Ну, начинаем с действия, друзья. Как думаете, какое действие? К 5 он дома. Какое действие? Начинаешь на действие выбрать. Сейчас, слушайте. Ну, смысловой глагол-то какой. Он дома. К 5. Ну, действия тут нет. Знаешь, что-то спрятался глагол B здесь. Ну, конечно, можно написать get, как бы он добирается, но этого нет в задании нигде. Тут не написано, он приезжает домой к 5. Поэтому все-таки, ну, если ближе к заданию делать, то это все-таки be. Быть дома. Вот. Ну, это быть. Подлежащее he. Настоящее время. Потому что раз, ну, обычно к 5 он дома. Ну, потому что в прошедшем написали бы к 5 он был дома, а в будущем написали к 5 он будет. Раз не написали be, значит, это в настоящем времени. He is. Ну, все. Куда писать дома? Ну, в конец. Потому что, ну, как бы обычно в конец это пишут. He is at home. К 5. Еще дальше тоже в конец. К какому-то моменту. Это предлога by. Кстати, в обновленной версии домашки я написал для вас объяснение предлогов. Ну, вот и все. В реченосителе много сокращений. Вы их научите различать, а также сленг. Я могу рассказать вам сокращения. Ну, не на начальных уроках, потому что не надо на это отвлекаться сейчас. Но потом, друзья, на самом деле, где-то после 15-16 урока в конце занятия я могу объяснить вам любую тему, которую вы хотите по вашему желанию. Вот. Если вы чего-то, допустим, в курсе нет, ну, допустим, курс же по грамматике, да, может быть, у вас вопросы возникают не по грамматике, а по каким-то другим аспектам. После 16-го урока, когда нормально поставлена база, это как раз заканчивается present perfect там, после этого в конце урока можно любую тему попросить объяснить. Заодно у вас будет мотивация ходить до конца на занятия. Вот. Сокращение сейчас, ну, не имеет смысла на это отвлекаться. Разговорный курс пока отложили. Ну, разговорного не было курса. Был курс произношения. Не разговорный, а произношение. Пока, как только доделаю домашку, допишу в нее все, что я хочу и озвучу, тогда снова возобновится курс произношения. Пунктуацию бы со временем разобрать. Пунктуацию я могу вам рассказать сейчас, кратко. Запятые ставятся перед словом sell, в домашке не проставлены, по крайней мере, в большинстве случаев. Перед словом sell, but, то есть поэтому, перед словом поэтому, перед словом но и перед словом и. Если там дальше второе предложение идет. Если после и начинается, я пришел и Вася съел мою кашу. Вот, если, соответственно, эти слова разделяют два предложения, то перед ними ставится запятая. Вот, перед остальными не ставьте нигде, где в русском. Вот. Так и не нашел тексты в домашке. Ну, 3.3, homework, откройте. Ну, вот, я сейчас открываю тот файл, который я вам высылал. В 3.3 там прямо написано текст. И в 3.2 написано, там задания идут, и дальше пробел написано текст. И после этого я не часто покупаю новые телефоны. Кто-нибудь переводил такое предложение в домашке? Я не часто покупаю новые телефоны. Я не часто покупаю новые. Был такое? Ну, вот это и есть текст. Там, где начинается с «я не часто покупаю новые телефоны». Это именно и есть то, про что я говорил текст. Вот. Да, он просто не отделен и выглядит как домашка. Потому что это и есть домашка просто. Так, значит, про пунктуацию кратко вот это запомните и все. Больше нигде не ставьте, только вводные слова еще там выделяйте. Вводные слова, как бы, ну, короче говоря, да, или в целом. Вот эти вводные слова, все вводные слова выделяются. Так. Дата письма, время. Ой, не, Сергей, это я не знаю. Какие там с датой письма, где запятые. Вот эти все формальные вещи, это я не знаю. Это надо будет в интернете посмотреть. Потому что где там в письме должна быть запятая. То, что это, я знаю, это на ЕГЭ требует очень, кстати. Не там поставил запятую, не поставил запятую после там, где дата письма, все, минус там 10 баллов тебе. Это я просто не знаю. А, про дату письма с домашкой. А, я думал про даты. Так. Иногда возникает проблема домашки, нельзя нажать на ползунок, чтобы выбрать. Это Антон Проценко. В обновленной версии этого нет. В обновленной версии, которую я сегодня пришлю, там каждая домашка отдельным листом. Как мне посоветовал, и вот я забыл, Николай, по-моему, меня посоветовал. Да, Николай вроде это советовал. Домашка каждое отдельным письмом. Каждое отдельным листом в Excel. Так что там переключатель мы убрали. В общем, Юрий, это студент из нашей группы, он убрал переключатель по моей просьбе, по вашей просьбе. Как самостоятельно работать над произношением? Ну, здесь уж, ну, понимаете, чтобы самостоятельно работать, надо знать, какие есть звуки. Самостоятельно, например, можно работать после курса произношения. Вот там уже абсолютно спокойно после курса произношения человек может самостоятельно оттачивать произношение просто до бесконечности. Ну, то есть, доводить как бы до идеала. Но самостоятельно тяжело работать, если вы не знаете, какие есть звуки вообще, из каких звуков построено все. Там их не так много. Как бы их меньше, чем букв в алфавите. Вот, но для нас надо просто знать, какие есть звуки вообще в принципе. Из какого набора звуков все построено. Есть звук такой-то, есть такой-то, есть такой-то. Нужно про каждый звук знать, как он произносится. То есть, и как произносится, имеется в виду, куда ставить язык, куда опускать челюсть, и круглить ли губы, и так далее. То есть, непосредственно вот эту анатомическую информацию. Поэтому, соответственно, произношение немыслимо без этого. То есть, грубо говоря, ну, или просто повторять за носителями, но это такая работа. Читать тоже там обучают? Нет, читать на курсе произношения я не обучаю. Ну, читать правила чтения особо, на самом деле, бесполезная вещь, по большому счету, в английском. Потому что слишком много исключений. Вот, это не главное. То есть, проще запоминать, слово встречается, проще запоминать, как оно читается. Потому что некоторые слова носить... В английском очень большая разница, очень большой разрыв между написанием слова и его прочтением. Очень большой. Грубо говоря, если русскоязычному человеку дать русское слово незнакомое, он, скорее всего, прочитает его правильно с первого раза. Ну, если он, допустим, даже его не слышал ни разу, он, скорее всего, правильно прочитает. Но вот если носителю английского дать незнакомое слово на английском, шанс, то, что он его неправильно произнесет, очень большой носителю. Потому что разница между написанием и прочтением очень большая. И нормальных правил чтения, нормальных, прям, хороших, устойчивых особо нет. Ну, грубо говоря, в английском пишут овца, а говорят козел. То есть, пишут овца, а говорят волк. То есть, разница очень большая. И носители сами очень многое не знают, как читается. Ну, кто-нибудь, например, знает, что в Америке популярные, может быть, кто-то слышал, конкурсы, где школьники выходят, им называют слово, и они должны его произнести по буквам. Кто-нибудь слышал про такой вид конкурсов в Америке? Это прям вот очень популярно, и таких школьников очень уважают. Ну, такое есть. Это прям распространенное культурное явление. Есть конкурсы, где вы выходите, называют тебе слово, и ты должен произнести его, как бы, из каких букв оно состоит. Русскоязычный человек смотрит и думает, что за абсурд-то. Ну, любой нормальный человек знает, как слова пишутся, как это вообще можно из этого конкурс сделать. Это для кого вообще развлечение. Но дело в том, что почему такое сформировалось в англоязычном мире, откуда это взялось-то? Да потому что то, как слово звучит и то, как оно пишет, очень сильно различаются. В русском языке, в принципе, такой конкурс почти бессмыслен. Да, почти нет смысла проводить такие конкурсы. В английском даже взрослые не могут справляться с этим. Вот. И поэтому так уважают людей, которые могут слово произнести по буквам. Да, русскому человеку кажется, что за абсурд. Любое слово, кроме каких-то иностранных, типа там винегрет и подобных слов, но русскоязычные, русские слова несложно произнести по буквам. Вот у них такое есть. Почему это родилось? Потому что носители сами не могут нормально читать, соответственно. Но слово, не знаю, птеродактиль. Да, я буквально вот недавно слышал. Брали интервью у взрослых людей на улице. Говорили, мы тебе дадим тысячу долларов, если ты правильно, это на ютубе я недавно видел. Дадим тысячу долларов или не тысячу долларов, подарим тебе новый айфон в Америке. Если ты правильно прямо сейчас произнесешь слово птеродактиль. Не поверите, из десяти опрошенных один только смог сказать, как слово птеродактиль пишется. Один. Не потому, что они глупые, а потому, что как оно звучит, очень сильно отличается от того, как оно пишется. У нас-то птеродактиль пишется ровно П, Т, Е, Р, О, Д, К, Т, И, Л. Все один в один. А там-то тоже пишется, как у нас, да? Только читается без П. Я сходу не произнесу, как произносится. Теродактиль вроде бы. Теродактиль. Сейчас я сам загляну в транскрипцию. Поэтому русскоязычные люди все хорошо пишут даже в английском. А вот теродактиль. Вот так и произносится. То есть П, там нет его. Домашку, да, сегодня пришлю. Сейчас пришлю после урока. Обновленное. И там, кстати, я добавил про предлоги. Объяснение предлогов я добавил. Почитайте. Ну вот. Все, на все вопросы ответил. Как учить слова, говорит Мария Теркина. Делать всю домашку для начала. И выучить все, что есть в домашке. Слова отдельно не надо прямо сейчас учить. Убедитесь, что вы идеально знаете все, что вам попадается в домашке. Все слова. Для начала вот это. Окей? Вот по поводу слов. Если кого-то волнует, как учить слова. Домашка составлена всегда из самого необходимого. И, соответственно, не надо там отдельно что-то по спискам заучивать. Убедитесь для начала, что вы предельно хорошо знаете все, что вам встречается в домашке. Все слова. Тогда уже можно задуматься о чем-то дополнительном. В любом случае слова изучаются исключительно только на практике. То есть, если вам нужно пополнение активного словарного запаса. Активный – это то, что вы можете применять. Не понимать, а то, что вы можете сами применить в речи или на письме. Активный словарный запас пополняется только, когда вы это применяете. Только если вы слово 10 раз употребили в предложении или вслух сказали в предложении. Предложение, а не по отдельности. Только тогда оно как бы уже вы его выучили. Только так пополняется активный словарный запас применением слов. В домашке мы именно этим и занимаемся. Мы применяем слова. Пассивный словарный запас пополняется просто чтением. И, ну, читайте, встретите слово, смотрите в словаре. Если вы будете по спискам заучивать слова, это забывается через неделю. Это проверено. Ну, то есть, им слишком много слов не запомнить за раз. И вообще слова, большинство людей не являются проблемой. Дело в том, что если вы думаете, что люди не говорят из-за недостатка слов, это не так. Люди не говорят из-за того, что они не умеют быстро слова использовать. Вот в чем дело. Это ни у кого практически нет проблем в недостатке слов. Я имею в виду это говорение. Нет, потому что слов не так уж и много надо. Надо уметь использовать их быстро. Ну, грубо говоря, ну, вот посмотрите любой текст из домашки, который вы переведете. Ну, вот любой. Там про вчера вечеринка была у Майка. Или там, я часто использую телефон. Ну, вы там много незнакомых слов? Ну, как вы считаете? Я часто меняю телефоны. Многие люди там что-то не любят менять телефоны. Они ничего не понимают. Вот там много? Да нет, там немного особо. Ну, если вы начинающий, то может быть много незнакомых. Но в целом-то слова там очень простые. Незнакомых особо почти нет. Но можете ли вы это в речи составить сходу? Все слова знакомы. Можете ли вы вслух это составить? Если вас спросите, расскажите про свой телефон. Можете ли вы сразу что-нибудь типа... Я не люблю менять телефоны очень часто. Я обычно делаю их once в год. И я думаю, что для сих пор... Сих пор думать мы должны покупать новые телефоны очень часто. Но я думаю, что это просто удастся. Я пытаюсь использовать мой телефон как инструмент для работы. Я пытаюсь использовать его для бизнеса. Я использую его для работы, для денег. И я не использую его для социальных меди. Нет практически незнакомых слов. Но можно ли это быстро составить? Нет. Почему? Потому что никто не составлял это никогда быстро. В том плане, что человек все слова знает, но не может сам в речи составить. Потому что он не приходит быстро в голову. Надо же уметь слова просто использовать быстро. А использовать их быстро можно только если вы много раз составляли такие тексты. Только если вы много раз о чем-то рассказывали, тогда вы быстро используете. Толку-то от пассивного словарного запаса. Пассивный словарный запас это помогает только почитать что-нибудь, понять текст. Но с другой стороны, если мне в тексте что-то непонятно, я же могу всегда в словарь заглянуть. Меня же никто не торопит. Вот у меня текст, я решил прочитать. Я же могу в словарь посмотреть, даже если я не знаю слова. А все слова, которые заучиваются списками без контекста, они забываются сразу же. Потому что через неделю, через две это вылетает напрочь. Потому что то, что не применяется, то уходит. Это неизбежно. Поэтому имейте в виду. То, что не применяется, оно уходит из головы. Это так. Ну так устроено. Потому что в памяти остается только то, что либо важно, либо то, что вызывает сильный эмоциональный отклик. Это, кстати, одна из причин, почему школьники, возраст 12, ну и не школьники, а кто молодого возраста, с 12 до, допустим, 22, легче запоминают слова. Потому что это как бы больше эмоциональный отклик вызывает, большее переживание. Это одна из причин. Конечно, это не дает им какое-то большое преимущество. Потому что если кто-то там в 12-13 лет учит, то ему, например, тяжело разобраться в грамматике. У него аналитическое мышление еще не очень развитое. Но не как у взрослого человека, который там всю жизнь занимается чем-нибудь, на работе там считает. У взрослого человека больше развитое аналитическое мышление. Управление глаголов, как и фразовые глаголы, только запоминание? Да, да, ну, как и с фразовыми глаголами полезно знать значение предлогов и частиц, что в данном случае означает up. Ну, например, он подошел ко мне. Да, вот. He walked up to me. He walked up to me. Конечно, намного легче запоминается, если для вас up не просто какая-то случайная частица, а вы знаете, что он означает здесь. Означает он здесь приближение. Приближение вплотную. Соответственно, когда вы понимаете, какой смысл несет частица, все, что осмысленно, оно намного легче запоминается. Поэтому, кстати, интуитивное изучение языка работает очень плохо. Потому что, как бы, ну, поэтому мы разбираемся, куда идет грамматическая нагрузка. Потому что то, что осмысленно, то, что имеет какой-то смысл, оно запоминается в 10 раз лучше. Даже эксперимент проводили, что заставляли обычных людей и шахматистов запоминать положение фигур на доске. И когда фигуры на доске были расставлены наугад, то есть не по правилам шахмат, а просто там, ну, абсолютно бессмысленно. То есть против вынарушения правил шахмат. Ну, как бы, какие-то нереалистичные шахматные сценарии разыгрывались. То есть обычные люди и шахматисты запоминали плюс-минус одинаково. Когда фигуры были расставлены абсолютно вот бессмысленно. Примерно одинаково. Когда же начали расставлять шахматные фигуры в, грубо говоря, как будто разыгрывается гамбит или комбинация какая-то. То есть которая имеет смысл для шахматистов. Которая ему знакома. Шахматисты запоминали во много раз лучше, чем обычные люди. Потому что для обычных людей такое положение фигуры не имеет смысла, для шахматиста такое положение фигуры имеет большой смысл. Потому что, во-первых, он тысячу раз сам разыгрывал такую комбинацию, во-вторых, он понимает, что на доске происходит. То, что осмысленно, запоминается намного лучше. Это вот по поводу изучения фразовых глаголов. Желательно как бы знать, в каком значении частицы. Ну, как-нибудь потом я могу рассказать про значение частиц. Запись, пожалуй, выключаю.